Выигрывать, не знаю, согласится ли с этим деф, так или иначе, комплексити выбрали своей картой Мираж. Эту карту в последних Best of 3 Фурия пикает очень часто. Стало быть, наигрыш здесь очень большой, ребята к ней готовы. В самом разгаре у нас пистолетный раунд, который комплексити разыгрывают через центр карты. Размен уже 4 в 4, и красным остается арт. Да, пока что хорошая ситуация для комплексити. Касательно твоего вопроса, явно к Серату не согласен с тем, что комплексити уверены фавориты, потому что жестко вырубил раш, а потом, правда, его разменяли. И сейчас вот, да, 4 в 4 продолжают комплексити. Я, конечно же, согласен с тем, что однозначно фавориты комплексити, но не настолько уверен, как наши аналитики, потому что все-таки Фурия явно не мальчики для BTI. И тут такие игроки, что если у них хороший день, они могут обыграть комплексити точно, которых я не могу назвать такими явной, очень крутой, вот, командой, не знаю, топ-5 мира, которая свои матчи обязательно выиграет. Нет, у нее явно бывают ошибки, и, может быть, они будут и здесь. Давайте посмотрим, что же в итоге, чем закончится пистолетка. Ну, пистолетка должна заканчиваться в пользу Фурии. Как мы видим, комплексити собираются заходить на B, а здесь сразу три игрока бразильской команды. Да, один из них красный, но, в принципе, их усилий должно хватить. Юрий не успевает, правда, отбросить гранату, конфига из ковров уже выпускают. Чекается красный арт по тачке, отваливается Юрий. Джуниор на третьей волне приема, дает, конечно, свой килл, но отъезжает. И он явно, я здесь переоценил игроков команды Фурия. Как так? Ну, тут интересно посмотреть, как получилось, что делал Джуниор, насколько у него получилось забайтить как-то, потому что он должен был, скорее всего, первый на себя как-то привлекать внимание. Остальные игроки должны после него были бы действовать и открываться по его контакту. По крайней мере, я себе так это представляю. Но здесь что-то пошло не по плану. Что можно констатировать? Браво комплексити. Может, сейчас как раз посмотрим подробнее, что происходило на Б-Планете. Ну, мы видели поджим от ксератора ранним таймингом в пистолетке. Наверное, не самая ходовая тема, когда ты идешь поджимать андер. То есть это происходит нечасто. Так, Блейм, немного флексит, почитал Рэпчин. Наши аналитики вскользь упомянули, что комплексити жаловались на плотный график. Коэффициенты, кстати, от сайта GGB от 1.66 дают на комплекте 2.2 на фурии. Это все в рамках Best of 3. Полный эко отыгрывают фурии, идут поджимать ямы. Здесь никого не встретят. По-моему, GKS, кстати, прекрасно все услышал. Понял, с ножом смещается обратно. Не знаю, пойдут ли фурии до конца. Они, походу, тоже что-то почувствовали, решили вернуться. Ну, вот сейчас начинается вся перестрелка. Блейм находит минус 2. По идее, не должно быть проблем здесь в комплекте. Если хотя бы один девайс заберут фурии, это уже будет успех. Но и тем не пахнет, да. В итоге без проблем. 5 в 0. Анти-эко очень уверен в комплекте. Закрепляются по экономике. Важно, что они не потеряли никакие девайсы. Оставят, конечно же, я думаю, раш в формилку. И будут делать какой-то, видимо, резкий раунд. У фурии не будет, хотел я сказать, авика, но нет. Будет у них авик, потому что ксерату таки покупает. Авик без армора и без гранат. И очень важно, конечно же, как он будет пытаться его реализовывать. Интересно, ожидают ли это вообще в комплексите. А он дропнул к джуниору и ксерату играет с фамасом без армора. Вау. Это вообще целесообразно. Насколько это имеет смысл, типа, с фамасом без армора. Шансов-то мне очень много в перестрелке. Но авик все-таки реализован. Блэйм, наверное, не ожидал, что снайперская винтовка будет против него здесь отстаиваться. Есть двойной поджим ямы. Контролем этой позиции занимается GKS. Он на верхней волне, но на вражескую территорию фурия явно не пойдут. Бомба у комплекте находится на коннекторе. Параллельно разбрасывается шорт базы B. Ну и все это похоже на двойной сплит. Три коннектор и один из ямы. Ну вот интересно, сможет ли GKS извлечь фраг к своей позиции? Да, сможет. Это важно. Да, он делает все замечательно. Понятное дело, что его разменяет Юрий, но он делает килл. И тиммейтам остается просто задавить одного Юрия под ямой. И все очень... Несмотря на, кстати, проигранный старт раунда. 4 в 5, хотелось сказать, хорошо очень для комплекстики. Все, но нет. Они сейчас остаются 2 в 3. Теперь им еще надо доиграть вообще этот клатч. Тем временем раж вообще красный. Он находится между, Пойзон очень как-то невнятно зажимает коннектор. Ну, да, явно здесь переоценил свои возможности. И раж, друзья, 1 в 3. Но 8 хп здесь... Он не имеет права выигрывать этот раунд. Будем откровенны, никак. Время немного поджимает. Хотя киты у Джуниора все равно есть. Первый фраг от раша. И четкий размен от Венисиуса. Обезвреживается бомба. Счет становится 2-1. Так вот, немного странно, что комплекстики жаловались на плотный график. Немного подустали. Проиграв вчера матч Маузам, для которых это был 12-й. 13-й. Но там был Best of 1 просто против Na'Vi. И получается 11 Best of 3. 12-й Маузпорт вчера выиграли против комплекстики. Со счетом 2-0. За 4 дня. 12 Best of 3. Еще Best of 1 против Na'Dus Winxer. И комплекстики говорят, что устали. Как тебе такое? Не, ну это же как бы, понимаешь, то, что маузпортцы награли больше матча, это не значит, что комплекстики не могли устать. То есть, понятное дело, что на всех это может по-разному влиять. И, может быть, комплекстики было сложно. Так что конфиг после этого матча написал, что следующий день будет лучше. И вот сейчас как раз следующий день, видимо, готовы они выигрывать у Фури. Тем временем быстрый выход на B начинается. Винни принимает раша. Дальше игроки в комплекстики выходят. Тут, ну, без шансов. Легко очень для Винни. Реально легчайший аук. Два в пять. Ну и вот такие простые раунды пока, которые нам показывают комплекстики, не работают. Минус от арта. Еще от джуниора, который подоспел на халпу, и счет становится 2-2. Вот когда я готовился к этому матчу, он так плюс-минус посмотрел на пики. И я был уверен, что Фурия выберет свои карты Инферно. Но вот от комплекстики Миража я не ожидал. Просто потому, что у Фурии в последнее время очень плотный наигрыш на этой карте. Как я и говорил, они пикают ее наиболее часто в своих Best of 3. И за последнее время они сыграли аж 12 Миражей. При том, что остальных карт у них по 7, 6 или даже 4, например, как это с Инферно обстоит. Так что тут комплекстики, ну, я даже не знаю, решили не отталкиваться от слабости соперника и просто пикнуть свою сильнейшую карту. Да, просто есть вот эти две философии. Когда ты больше думаешь о своей сильной стороне и когда ты больше думаешь о том, как подстроиться под соперника. И идеально, когда это совпадает. Когда у тебя есть сильная карта, в которой ты очень уверен, и она как раз слабая у соперника. И у тебя нет никаких вообще сомнений, что делать. Но когда есть вот такие разногласия, скажем так, то есть может быть комплекстики сейчас вот именно на Мираже они лучше себя чувствуют. И плюс не стоит исключать того, что когда вот есть достаточно материала на соперника, потенциально они могли что-то заметить у Фурии, что они вот там рассматривают как слабое место, может быть. Так, тем временем вообще Эко начинается с Сентри Кла для комплекстики. И тут остается один Ксерато. Нет, у него рядом Винни. И по идее тоже не должно быть проблем для себя приемки. Делает Килл и Ксерато. Да, и остается один Блэйм. Ну, хотя две потери на антиэкономическом раунде, это все равно серьезно. Блэйм получает калаш. Может быть Винни сейчас ошибется. И схлопочет по каске. И это происходит! Блэйм! Господа и дамы сейчас попытаются вытащить Клач на Эко без армора для своей команды. Клачер он реально мощный. Делает вид, что уходит или уходит на самом деле. Он-то прекрасно понимает, что со стороны Зигзага его слышно. И с бомбой на руках несется. Нет, его все-таки перекрывает Юрий. Опасный момент был, реально опасный. Юрий мог проиграть сейчас эту перестрелку и оставить тиммейта один в один. Блэйм почти что-то невероятное вообще не взял. Дал себе какие-то вообще еще шансы на взятие раунда. Ну, он не ожидал. Понятное дело, что он знал, что Зигзага будет слышно. Но он как бы пытался, видимо, угадать, что надеялся, что в Зигзаге нет. И думал, может, два игрока с Китчена будут вместе играть. И тогда он быстро пробежит на Аплент, сможет поставить бомбу. В общем, рискнул. Не сработало. И теперь следующий раунд от комплекции. Напомню, что несмотря на то, что у них выход Б резкий, которым ты сказал, как-то не сработал, но до этого сплит А они сделали очень уверенно, вообще без каких-то проблем. Просто не доиграли потом. И вначале был вот энтри для Джуниора, когда они не ожидали авик. Но здесь-то они понимают, что будет авик. И конфиг все равно у него не получается по флешке четко дойти. И снова вот Джуниор очень важную роль исполняет и позволяет Фури начать раунд 5-4. И Винни пропиком с зигзага забирает пояс. И с серьезными трудностями сталкиваются комплексити. Ввиду того, что у Фури еще и два авика, второй сейчас также может сыграть. Хотя где у нас Арт отыгрывает, он на зигзаг контролит В-базу. Джей КС выходит из ямы, получает бомбардировку. Много урона по нему не вносит, всего лишь минус 10 хп. Но Джуниор довольно подвижен стал с последних миражей, за которыми я наблюдал на старте. На момент перехода в эту команду не очень хорошо себя чувствовал, но сейчас носится то тут, то там и находит свои киллы. 5 в 2 момент для Фури, который они, скорее всего, уже не проиграют. Дабла комплексити будет выходить из ямы. Прикольный угол у Юри. Он сидит за левой частью дефолта. И не факт, что комплексити его проверят. Тем более, что Джуниор снова-таки поменял позицию. Теперь он с джангла контролит заход на сайт. Ну да, это хорошо для авика, понимаешь, не находиться в одном положении, постоянно пытаться удивлять своего соперника. Здесь, правда, в целом достаточно ожидаемая позиция должна быть в джангле. Но вот тут Юрий у него не получается. Так, а, этот Джуниор пошел еще в молик пикнуть. Очень здорово, слушай, получилось, потому что практически отрезали его уже комплексити, но нет. Теперь 1 в 4 блэйм. Ему даже не дадут поставить, скорее всего, да, Аксерат выходит в смог. И раунд за Фури. Достаточно просто вот в этот раз получается. Да, Джуниор находит киллы. Кстати, касательно Джуниора, он в интервью относительно недавнем говорил, что за атаку ему сложновато до сих пор еще играть. По крайней мере, на EPL он это говорил. Что много очень непонятного движа какого-то. Постоянно нужно подстраиваться под вечные изменения ситуации, потому что Фури, скажем, очень нестандартно играет свою атаку. Но в защите, говорит, у него много свободы. Он, если хочет что-то делать, в принципе, ему все позволяют. Может ходить, пикать, развлекаться, как он хочет. Так что, да, в диффенсе он себя более комфортно чувствует. И этого, наверное, следовало ожидать. Причем вся команда Фури после перехода Джуниора перешла на английский язык. Также интересно, что там с коммуникацией. Наверняка иногда и португальская инфа проскакивает. Такая, ну то есть сложно, сложно к этому приспособиться. Но пока Фури с Джуниором смотрятся неплохо, стабильно сидят в десятке лучших команд мира. Что ж, новый раунд после тактической паузы от Комплексити. Они разыгрывают 2К бай. Армора есть у всех, кроме Бойсона. И на коннектор четверка игроков Комплексити уже врывается, к чему совершенно не готов. В тайминге минуты 38 открываются на Юри, забирают его. Джуниор снова здесь за тикетбоксом. И он простреливает Рашл благодаря внесенному урону. Дальше прикрывает Блейма на головах. Таким образом Фури оказывается в большинстве. Но Авик воруется на Сити. Однако Арту плевает на это. Все-таки репик от пояса, быть может, был немного лишним. Дальше закрывается и Джек С5-2. Прикольный темповый раунд сейчас Комплексити показали. Фури оказались абсолютно к этому не готовы. То есть спиной или боком находился один из игроков Фури. Но снова благодаря Джуниору все получилось. Статистика американского игрока 9 на 3. Да, Джуниор очень хорошую старт половины показывает. Но вот касательно этого раунда, конечно, мискоммуникейшн здесь произошел у Фури. Но стоит отметить действительно раунд от Комплексити, потому что абсолютно не ожидали их соперники такого быстрого врыва с коннектора. Они же еще смог, по-моему, на внешку дали и в него выпрыгивали. В общем, это хороший форс, в котором, если защита не играет от медла, можно их подловить на этом. Да, даже если от медла играет, можно от коннектора задавить. В общем, хорошее решение. Тут уже Ксерату играет агрессивно и Раш уходит у него из-под прицела. Тем временем Джуниор таки прирует эту перестрелку. Я вот хотел сказать, что важно Комплексити попробовать понадежнее сыграть в медле, не так носиться, как в прошлых раундах. И здесь вот это вот надежнее получается, потому что Джуниор, видимо, с коннектора пикал, его просто законтролил поезон. Да, и хотелось бы Джуниора немного поругать, потому что в прошлых раундах он делал то же самое. Сейчас он наблюдал за поясом, он четко ждал эту позицию. Соответственно, имел преимущество, но посмотрите, что делает Тарт. Тайминги минуты 12, он вливается на вражеский респ. Если комплексити не будут достаточно быстры, могут получить соперника себе в спину. Но вот что будет делать Тарт со своей позиции, мы сейчас узнаем, потому что коннектор уже занимается. Сплит в этот раз будет не через яму осуществляться, а через ковры, и выход уже пошел. Минус от Блейма от Пойсона, и походу Арту в спине не зарешает. Ну то есть один фраг вряд ли на что-то повлияет, тем более, что Блейм смотрит в спину, установлена бомба без шансов от Пойсона по Арту. Ну и вот раунд, которого мы ждали от команды комплексити. Довольно четко, надежно сыграли в мидле, законтролили Джуниора, который, ну, решил по старым схемам играть, и по итогу третий раунд его забрали. Тут интересно было бы посмотреть за пиком Джуниора, вряд ли, конечно, нам его покажут, но просто если он пикал это без флешки, то это очень странно, если он так себе позволил. Ну, если Пойсона его контролит с Томпидла, и на него выходит Ави, конечно же, это легкий килл. В общем, может там фулл флешевый Билл Пойсона, может еще что-то. Вот это, конечно, хотелось бы посмотреть. А потом Арт хорошо нашел щель в атаке, пропушил яму. Но так иногда бывает, если атаку не стопать при этом, и они быстро достаточно играют через коннектор, то ты в итоге оказываешься уже, ну, абсолютно бесполезен. В общем, ну, немного не повезло, здесь 4-5 в целом хорошо, что пробовали что-то искать. Так, вот как. Да, ну, слушай, очень просто. Здесь действительно поздно. Просто сидит, смотрит, ему на прицел выходит с коннектора снайпер. И, ну, как же тут не дать энтре. Да, тем более, что, как мы подмечали, не в первый раз джуниор так пытался играть. Мистер Раш. Такое ощущение, что минут 40 назад проснулся. Да, ну вот знаешь, когда в тему про Ави, который несколько раз пикает одно и то же, у нас, я иногда смеялся там, когда играл в команде, то, что где-то там какой-то игрок соперника убил нас там два раза подряд, и нас говорят, да идем там его сейчас там за контролем. Я думаю, ну, он же не дурак, но он же не пойдет туда снова. Но нет, на самом деле это происходит. Тем временем джуниорбет показывает коэффициенты на первую карту 1.63 на Фурия, 2.08 на комплекс. И, ну, продиктовано это, наверное, тем, что Фурия сейчас впереди по счету. Плюс, как мы подмечали, карта для них, судя по наигрышу, вполне комфортная. Минута 43. Сейчас в комплекте снова покажут нам простой раунд. Массовый выход на точку А. Пытаются дозаконтрить Фурия, пропушив яву. Но что-то им не понравилось, так что пуш не сработал. Ближняя позиция от арта приносит ему только один фраг. Юрий любит эту позицию под коврами, но на текстуре. Из-за этого Молотов до него не догорел. Промахивается джуниор. Что же там по Юрии? И он не принимает все-таки GKS. Ситуация пока что 3 в 3. Удастся ли комплекте зайти на сайт прямо сейчас? Вот у них есть еще лишний смок на GKS. Это им позволяет немножко подождать и никуда не спешить. Вот смоки закончились. Они очень грамотно, я считаю, действуют. То, что выжидают паузу, не ломятся дальше. И за счет смока GKS они смогут и дальше доиграть. Только у него, правда, неприятная позиция. Может, ему придется этот смок тратить, чтобы себя вообще сейвить. Ой, плохой дым, по-моему, сейчас залить. Или это от защиты ванвейс? Это от защиты, скорее всего, чтобы игрок ушел в тикета, потому что его спалили. И он вот, по-моему, это вообще в Вине был. Но, в общем, да, это КТ подкинули. И теперь за счет вот этой паузы, которую комплекте выдержали, Фурия знает, что есть только GKS под коврами, а про остальных вот нет инфы. Им приходится бояться. Джуниор вообще ушел в зиг, ожидает, что коннектор может выйти. Вот теперь будет доигровка раунда уже от комплекте. Так, GKS тратит свой дым пока что на джангл. И здесь очень интересно, как же сыграет Ксерата в своей позиции. Второй авик, как и подметил Дэв, зигзага контролит позицию коннектора. 28 секунд и готовится подсадка. Но, скорее всего, с этого буста никого не заберут. Да и, как мы видим, Джуниор вообще в спину смотрит. Он думает, что откуда-то с ковров в бэ к нему могут прийти. Да, ему страшно. Вот этот тайминг, когда прошел. Теперь, правда, смог закончиться. 10 секунд и будет сложно. На атаке. Да, в итоге как-то ничего они не могут делать. Не добились здесь Ксерата. Очень серьезно, хотя он был фулл-блайнд. И все-таки время оказалось врагом команды комплекте. Счет становится 6-3 в пользу Фурии. Но, благо, деньги еще сохраняются. Ну, а вот что важно для Фурии, так это наличие двух авиков, которые они вынесут уже в следующий раунд. Что ж, все четко. Чего, по-твоему, Дмитрий, не хватило комплексти в этом раунде? Да, вот просто четко доигровки. Потому что на А их план изначально зайти на А сработал хорошо. То есть их принимало два игрока, они разменялись 2-2, остались 3-3. Это хорошая ситуация для атаки. Особенно учитывая то, что у них куча времени есть в запасе и еще один смог. А смог, вот последний, вот этот на, он очень важен. Потому что благодаря нему можно отрезать какую-то зону, обычно коннектор и давить какие-то другие. Так, но вообще об этом чуть позже, потому что очень быстро играют комплексы снова в Медвлек. Как что? Минус от Джуниора, но зумом в дым в ответ начинается качели-карусели, друзья. Винни поджимает зигзаг, но GKS передает ему привет. Это 4-3. Блейм, врыв сквозь дым на коннектор. И он ловит Джуниора в спине. Тот как раз пытался перестраиваться ближе к приемке Медла. Теперь Юрий последний на точке А. Погибает, правда, Раш. Он у нас люркер. Начинает отстреливаться Юрий. Это уже 2-2. И при этом со старшего его не пропикали. Хаешка догонит, скорее всего, Пойсона. Да, так и получается. Комплексити заливает 4-2. И только Блейм, капитан команды, сможет что-то предпринять. Как-то очень неочевидно заканчивается раунд после 4-2. Я хотел сказать, после того, как комплекси поносились по Медлу, что они сейчас исполняют что-то похожее на фуру. И очень нагло играют. И у них это срабатывает. Но после этого будто они не нашли верный момент, чтобы вот так вот остановиться. И 4-2 уже надежнее доиграть. Вот игрок на Б, кто это был? По-моему, это был Раш. Да, да. Здесь с Флейма не получится выиграть флач. Сират его за контролем. В общем, как-то не совсем понятно, зачем он сейчас открывался. Ну, то есть у него игроки заходили на А, он луркер. Может там чуть попозже сыграть. В теории я вот на это обратил бы внимание. В общем, как и прошлый раунд, я тогда недоговорил мысль, что комплексити немного нечетко доиграли. А вот здесь что это было вообще? Как у Нобиларта? Да-да, случился конфиг такой. Фактор конфига. Вот это что такое. Ну, то есть первые два фрага в раунде, друзья. Вот такие вот цирковые. Ну, это прикольно. Вот когда ты смотришь матч Фурия-Комплексити. Фурию мы знаем как команда, которая очень нагло, агрессивно играет. Но Комплекси сейчас мы смотрим, что тоже любят таким заниматься. И игра очень драйвовая. Тем временем Комплекси повторяют заход на А. И прямо сейчас Джуниор не ваншотит по Рашу, хотя добивает его прострелом через тикет. Блин, как же мне нравится этот матч. Ответка от Джей КСа плотной стеной смоков за Аперли Сити. Есть подсадка, при этом крайне быстро ее реализует Фурия. Какой матч! Просто жесть происходит. Устанавливается помпа, но Комплексити в меньшинстве. И теперь предстоит не самый простой ретейк. Да, вот теперь очень важно как-то поезда, ну... Вот есть у его тиммейтов две флешки. Мне кажется, круто было бы под эту флешку как раз и открыться, когда будет примерно заканчиваться смок. Потому что он был в полупозиции, и надо было что-то придумывать. Но тем временем, не важно. 24-15 Комплекси, Джей КС, находит два минуса, оставляет Блэйма 1 в 2. Так, ну, по-моему, для Блэйма это легчайшее. Такие клатчи он щелкает на завтрак. На него открывается первый соперник. Или не открывается, нет, просто набрасывается дым. Блэйма заставляет действовать самого. Еще и дым, но он не перестреливает даже Джуниора. 8-3 становится еще фурия и правда на стиле. А знаешь почему, Дмитрий? Так, ну расскажи, пожалуйста. Все парни хотят быть на стиле. А создать свой ты можешь с девайсом Philips OneBlade. Подравнивай волосы на самых сложных участках лица, шеи и тела. Делай контуры, брей, не повреждая кожу. Теперь с Philips OneBlade ты сам себе стилист. Enjoy. Четко. Вот на самом деле сейчас по ходу этого матча, блин, у Джуниор, конечно, очень жестко начинает раунды. Сейчас Раша так забрал. В прошлый раз Катвика через мог. В общем, комплексити будто хотят играть в игру фурии. Они очень, скажем, мне кажется, если бы они помедленнее, где-то понадежнее пытались бы доигрывать, то у фурии возникли бы какие-то проблемы. Но, в общем, комплекси не хотят таким заниматься. И пока не лучшим образом у них получается доигрывать раунды. Начало еще более-менее. Вот доигрыши. Ну, не совсем. Не, ну 8-3 это уже счет опасный. Атака пока совершенно у комплексити не клеится. Но сейчас вот не знаю, согласишься ты или нет, работают комплексити в привычном стиле. В том плане, что атака на мираже у них максимально простая. Типа, там, подходим, яма ковры, разбрасываемся, выходим. Занимаем мидл, там, 4 коннектора, один сплитующий, выходим. Если несемся на бет, то в пятером. И пока фурия к этому хорошо готова. Но, правда, вот этого заезда в окно я не понял. Пытались распикать конфига, но пояс он был у него за спиной. Забрал ксерата, оставили арта красным. Он с правой части окошка по-прежнему сидит здесь и, скорее всего, ждет подсадки. Джей Кэсу не дают выйти из коврова? Вообще как-то странно действовать. Вот сейчас действительно странно, когда у луркер с ковров, когда у него 4 человека в миде уже скоро готовы играть с коннектором, он играет первым. Может быть, он услышал там Юрия, вот он топнул, и он понимал, что четко игрок там, я сейчас выйду, делаю килл. Иногда так бывает, но не получилось у него. Тем временем Джуниор промакивается с КТ, дает шанс соперникам зайти из коннектора. Но вот тут Юрия в яме, его, в принципе, должны ждать, что он где-то в упоре. Под коврами его не видят, понимают, что он либо в коврах, либо в яме. Да, Юрий таки находит свой килл, Джуниор еще и с КТ. Ну, в общем, когда вы выходите так вот четвером с коннектора, и вас принимает игрок в яме и два с КТ, могут, ну, скажем, это сложно. Это очень сложно. Тем временем килл от Раша, 7 секунд до конца. Да, падает блэйм, Раш играет на фейк, на него не ведется Джуниор. Как же отстаивается он, 1-0 и, может быть, после таймера погибнет? Да, так и получается. У Раша остается 400 долларов на счету и трехкратный перевес по раундам. Уже заполучили Фурия. В общем, сейчас все происходит так же, как и до этого, потому что комплексити, у них неплохо начинается раунд. Мы помним, они в окне нашли минус, но потом они себе позволяют, вот скажем, такие неочевидные решения, как ДжКС сейчас с ковров вышел. Скажем, если играть по классике, вот так вот по книжке, то, конечно же, ему не надо играть. Но, скажем, это определенный плейстайл тоже команды, то, что у них, видимо, философия, что окей, мы можем играть вот раскованно, давайте не паримся насчет ошибок, просто вот хотим что-то делать, открываемся. И иногда это работает так, что ты просто вообще без шансов уносишь своих соперников, потому что у тебя идет игра. Но если не идет игра, вот, или ты где-то вот эти ключевые перестрелки проиграешь, то все, ну, скажем, вот этот заход был практически предрешен, когда умер игрок в коврах, такие казусы могут случаться. Да, хотя сейчас я подумал, могло быть такое, что GKS открывался с расчетом на то, что опорники на будут отключены на коннектор, который там занимался комплексом, и он хотел поймать просто удобный тайминг для себя. Там просто смог вроде был, понимаешь, и ты с чего отвлекался. То есть я в целом, я могу понять эту логику, особенно если он услышал. Я все-таки предполагаю, что у него была какая-то инфа, и я не могу сказать, что это прям ужасный мув, или что это плохой даже мув. То есть это просто, скажем, смотря как команда хочет играть, хочет либо позволять такие действия делать, либо нет. На самом деле, учитывая счет, учитывая то, как не идет сейчас игра у комплексити, я бы скорее склонялся к тому, чтобы сыграть понадежнее, чем вот все сводить к таким пикам. Потому что одно дело, когда у тебя есть в запасе там куча денег, ты более-менее там как-то равный счет или выигрываешь. Но, в общем, такое. Тут можно явно подискутировать на эту тему. Ну, оставим дискуссию нашим аналитикам. Там есть кому развивать этот диалог. Пока что 2К Force отыгрывает комплексити, или 2К, наверное, так корректнее будет называть. Конфиг уже немного страдает, 34 хп. Отыгрывают через центр карты, как это было уже неоднократно. Фурия делает укрепление на Б-базу. И это тоже имеет смысл. Пока что комплексити лишь единожды, по-моему, пытались... Или дважды. Дважды пистолетка, была еще один оружейный раунд. Дважды они пытались обузить эту точку, хотя раунд уже 13, и с точки зрения бразильцев можно было ожидать захода конкретно в этом направлении. Залетает глубокий дым на коннектор. Работа через подсадку. Попали по конфигу. Тут и так был почти красный. Но тут, не знаю, его немного спас лучи, наверное. По-хорошему должен был Кристиан погибать. Вот круто, что комплексити разворачиваются на А. В принципе, после этого 2D в Зиге, я думаю, они понимают, что, скорее всего, 3Б. Здесь есть возможность забрать Юрия. Так и происходит. Один в один разуме. И только джуниор КТ с авиком. Правда, нет смоков. Ничего не получится отрезать. Конфиг промутился, нашел килл в КТ. И теперь А пусто. Это очень важный момент, то, что конфиг сделал. И теперь реально есть шансы на 5-й раунд в атаке. Разбивается ладер. Ража дослышал. Но справиться с артом он не сумел. У Блейма авик. И не очень часто мы можем видеть датского капитана с этим девайсом. Посмотрим, как же он будет себя чувствовать. Ксерата. Флешка от тиммейта. И Блейма просто разрывают. Последнего поезда выносят вперед ногами. Армора там не было, как я понимаю. Поэтому прицел улетел сразу. Десятый для Фурии. И я даже не знаю комплекте. Может быть сейчас сидят раздумывают над тем, что лучше было бы им пикнуть люк. Но 10-3 так или иначе это уже хорошо. Сейчас они явно, конечно же, об этом не думают. Пытаются как-то какие-то... Да даже на задворках сознания. Знаешь, я сомневаюсь, что об этом как-то команды парятся. Хотя, если такое есть, то это грустно. То есть надо сейчас, конечно же, пытаться как-то на фулл фокусе. Думать, что делать в следующих раундах. И мне лично интересно, будут ли в комплекте сейчас пытаться менять скорость своей игры. Хотя бы в оставшихся раундах. Или будут пробовать дальше воевать. Потому что, откровенно говоря, иногда им просто совсем чуть-чуть не хватало для взятия раундов. Вот в миддл, по крайней мере, сейчас они выходят очень быстро. Да, и судя по всему, продолжают быстрый темп. Конфиг, потому что уже в зиге находится. Джуниор подлавливает раши под бою. И опять это крайний игрок, который умирает. И конфиг сейчас проходит зиг. Но они все с зиги идут. И Джуниора никто не загоняет с бы дома. Но тем временем все равно конфиг его забирает. И 3 в 3 с занятым бэплентом для комплекти. Здесь Блейм промутился через коннектор. Сейчас поймает спину Арта. И это будет легкий фраг для Блейма. Теперь уже большинство и комплекти процентов на 80, наверное, оставили себе шансы на победу в этом четвертом раунде. Но, кстати, тоже непонятно. Экономика не самая стойкая. Тысячу сто и тысячу долларов у Юри. Нужно ли идти на это выбивание? Сейчас в ближней позиции ловят конфига. Справляются с ДжКСом на размене. Один в один для Ксерата. Но Блейм на коврах понимает ли это Ксерата. Тоже большой вопрос. Потому что Блейм у нас убивал окно. Последняя инфа. Блейм просто несется через ковры. Ксерата дает фейк по дефьюзу бомбы. Пытается выудить фражеского капитана. Тот сидит за тачкой. Ксерата идет на сближение с ним. Время поджимает. Но Ксерата стелит четкую голову. И Фурия выигрывает. 11 раунд. Блейм расстроен. Опечален, раздосадован, подприуныл. Потому что клатч он в основном выигрывает. По статистике он один из лучших в этом аспекте. Но не в этот раз. 2 в 3 получается выбили Фурия. Да, как-то очень редко такое происходит. Когда ты 3 в 2 на вапланте и отдаешь в итоге раунд. И здесь, конечно, Блейм. Но он немного не угадал, не прочитал ситуацию. Он открылся. Потому что, скорее всего... Хотя, ну как, подожди, это можно объяснить. Он думал, что Ксерата будет его давить. И поэтому он сразу же откроется, даст ему хэдшот. Но Ксерата очень четко, холоднокровно. Учитывая то, что немного времени оставалось. Стоял и контролил. Но об этом чуть позже. Потому что GKS убивает джуниора в КТ. На минуте 45 уже выходят на А комплексити. И они понимают, что еще Юрий должен быть. Где-то как опорник А. Арт его вообще прикрывает. И какой-то нереальный мессиво. 2 в 3 уже остаются комплексити. Подожди, Арт сейчас прострелил вот этот смоук на халпе, получается. То есть он-то был в джангли. Просто зажал и сделал 2 кила. Я требую повтора, наверное. Потому что это невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Ксерата зажимает спину. Минус 2 от Блейма. Но Винни и это 12-3. Просто развал, разнос. Ну, я даже не знаю, есть ли здесь возможности для камбэка с такого счета. При том, что мы уже неоднократно подмечали на игрушу Фурии на Мираже. Очень и очень хороший. Прогноз Квана пока под большим вопросом и сомнением. Да, насчет без шансов и легко для комплексити. Все совсем не так складывается. И шансы, конечно же, еще остаются. Но, блин, сколько они своего назаливали. Это шок. И я тоже требую вот этого повтора узнать, как же так произошло, что Арт минус 2 дал. Пока что, как минимум, можно констатировать то, что очень энергичная игра получается. Очень драйвовая. И хочется за этим наблюдать и дальше. Хочется посмотреть, чтобы во второй половине все не сразу закончилось. Получится это или нет, узнаем совсем скоро, через пару минут. Паузы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, довольно занятный комплексити. По первой половине сделали 7 энтри-фрагов. Выиграли лишь 3 раунда, включая пистолетную серию. Первый и второй. То есть, по сути, мы увидели от них один оружейный. Беспрецедентно хорошая игра от Фурии по последнему времени. 12-3 закрыть сторону. Это действительно жестко. При этом, я очень рад видеть Джуниора на первом месте. 17 к 8. Как ни странно, по энтри-фрагам он обогнал даже Арта. Хотя, казалось бы, как это возможно? Ну, Арт как-то не сильно наглел вообще в этой первой половине. Много действительно Джуниор пытался делать с авиком. И это хорошо, что ты подметил статус энтри. Потому что это дополнительно показывает, подтверждает, может быть, мои слова о том, что в целом все у комплекции неплохо было. Но они не доигрывали свои раунды. И потому что практически каждый раз, когда они пытались заходить на плент, у них, в принципе, это получалось. То есть, они давали какие-то размены. Вот, помню, только выход на Б, который совсем не получился. Их Винни-Зиги перестрелял. Но так, в целом, все было окей. Тут у нас агрессия начинается в яме от Винни и в медле от Блейма. Пытаются команды прощупать, что делают соперники в пистолетке. Но никто пока сразу же не... Ну, скажем, нет такого четкого сразу захода на какую-то из точек. Фурия пытается просто пособирать инфу. Ну, кстати, GKS красный в ПТ. Решил он там постреляться без армора с юспом. Как бы ему Винни дал понять, что не стоит таким заниматься. Так, что касается Блейма, он идет на поджим Мидла. Там сразу три соперника, но стрельба очень жесткая. При том, что у него на прикрытии сразу два тиммейта. Попытка на размен выйти от арта заканчивается ничем. Его смерть, если быть точным, следом Пойсон. Ну, и, по идее, вторую пистолетную серию Комплексити также заберут. Есть, может быть, вариант сейчас на занос бомбы в Б, потому что здесь позиции довольно дальние. Может быть, Раш еще сейчас отъедет к Серата. Нужно быть побыстрее, потому что игроки команды Комплексити живопорога, Ксерата даже не спешит устанавливать бомбу, при том, что тиммейт его погиб. Я думаю, что здесь таких вариантов уже и нет, потому что все игроки Комплексити на точке, один в пять. Да, единственное, что они не до конца уверены, что он здесь, потому что, как мы видим, Раш ожидает мидл. Ну, вот Блейм уже сейчас обрел инфу, и теперь, конечно, на этом моменте очень сложно будет к Серата. Его просто зажмут со всех сторон. Если выиграть вот эту перестрелку у Блейма, были бы какие-то шансы. Тут уже кушают его с Б, абсолютно не парятся Комплексити, не пытаются сидеть на месте. Продолжают свою очень темповую игру после первой половины. Я себя словил на таком ощущении, знаешь, вот во время этого перерыва, что хотелось некоторые раунды как-то более подробно обсудить, почему там что-то не получилось у Комплексити, как они не доиграли и так далее, но вообще не было возможности, потому что каждый следующий раунд уже в первые секунды начинался какой-то нереальный экшен, и тут вообще не до анализа. Коэффициенты от Сайта Джибет на первую карту тем временем 1.35 дают на Фурии, 3.04 на Комплексити, при том, что мы видим счет 12.4, кайфу и близко нельзя назвать разгромными. Это не 1.1 или около того. Но да, я согласен, динамика здесь навязана очень серьезно. При том, что, ну и Фурии и Комплексити известны, как команды, которые, ну знаешь, не особенно там ходят, то есть не Na'Vi или что-то вроде того. Так что, наверное, такой динамики и следовало ожидать. Пока в фулэко играют ребята из Фурии, Blame уже дает свой килл, пытаются душить JKS, а он за дефолтом, ну и Junior его проходит, однако вариантов установить бомбу здесь все равно нет. Poison отличные деньги зарабатывает, плюс 1200 он извлекает из этого раунда, опять 900 у него на счету, формилку, скорее всего, или выбросит, или кому-то передропает и закупит себе АВП. Да, JKS подбирает MP9, Poison играет с АВИком, и в отличие от первой половины, там, кто у нас там, Комплексити выиграли тоже пистолетку пятером, выиграли здесь четвером, но в целом все неплохо. Надо только теперь за Баи цепляться, конечно же, потому что это так очень неожиданно, то, что только один байраунд взяли Комплексити, по той первой половине казалось, что постоянно все очень близко, ну вот тут мы видим, в принципе, зеркалочку, очень быстро Фури играет в медле, уже на минуте 40 Арт находится под коннектором, я думаю, Комплексити должны это ожидать, да, вот откидывается ХЕ-шка туда, но на пару секунд она задерживается, если бы чуть-чуть раньше, то очень много дэмэджа внесли бы. Блейм ожидает Арта в окне, но, видимо, не заметил его, да, потому что смок прошел, Арт уже оказался слева, или заметил, непонятно, в любом случае Блейм ожидает окно, и может быть, если коннектор сыграет первым, Блейм дернется, и у Арта получится сделать кил, но сейчас посмотрим, чем это все закончится. Ну, пока Арт просто тусуется в окне, в этот момент залетает дым, внешний на коннектор, отрезается вижн сайта, но Арт по-прежнему под вражескую территорию не открывается, может быть, он себе набрасывает дым под Блейм, и играет сквозь него, Блейм, правда, сориентировался в положении, и после не пропускает Ксерата, ну, в общем-то, выезд через дым был таким немного странным решением, хотя, если бы Блейм в джангли погиб, наверное, это бы получилось, то есть это был один из таких ключевых моментов, пожалуй. Просто Блейм в джангли стоял, после этого смока понимал, что сейчас будет Арт, и просто его контролил, а Арт начал прыгать, то есть он не выходил, пытаясь найти здесь Блейма, четко его отпиков, он, видимо, просто не хотел, чтобы его с КТ убили, ну, вот этого с окна, которого он отрезал смоком, в общем, странно для меня, на самом деле, странное действие Арта, потому что, как я уже говорил, если бы Коннектор играл первым, и потом Арт вторым номером с окна, конечно же, он не знал, что там есть Блейм, но это достаточно часто, что игрок находится в джангли, в общем, мне кажется, это более похоже было бы на такой уверенный, четкий заход, но вот теперь будут пытаться уже стэками и деглами взять раунд Фурия, и Блейм через смок убивает, поездно с Аликом тоже справляется, но Винни дает фраг с дефолта, залез на смок, хорошую такую неожиданную позицию занял, ЖК справляется с Искры, остается только один Сирата, которого тоже забирает Блейм в смок, без проблем снова раунд против пистолетов для комплекстики. Ну да, мне показалось, после этой ХАЕшки, которая очень много урона внесла, раунд можно было назвать таким мертворожденным, вторая пауза от Фурии, свою первую они взяли, еще отыгрывая за сторону защиты. Какую зарубу мы наблюдаем? Достойную новой версии Mortal Kombat, кто еще не видел, очень советую. Я вот только глянул на Мегуго, там сплошная жара с первых кадров, в полное фаталити. Короче, смотрите все, а то вашу душу заберет Шанг Цунг. Ой, я не хочу, чтобы мы ее забрали, надо будет смотреть. Обязательно. Да, игроки на паузе обсуждают, что дальше делать. Это, скорее всего, пауза от Фурии. Думают, что будут делать. Но я думаю, что вряд ли они будут что-то менять, и будет продолжаться быстрая игра в медле, кто кого там перестреляет, кто клачет, кто итогово навыигрывает. Но вот, кстати, в отличие от первой половины, что мы здесь увидели, то что Фурия 5-5 пыталась доигрывать мидраунд на Аплент, и у них это не получилось. В комплекте это смотрелось чуть получше. Тут койза наглеет в медле, с ним тут Арт, который отвлекал мидл, и тем временем быстрый выход на Б. Раш с конфигом будет пытаться принимать. Раш открывается за плента, его разменит, остается один конфиг, дает килл и живет за плентом. Да, угол у него был хороший, преимущество явно есть. В Зигзаге уже находится тиммейт, за бенч, к чему Арт готов не был. Дальше контр-выпад от Вини, но пояс он-то все это время находился в шарте. Как итог, комплексити, если только Вини не совершит какое-то древнее колдунство, должны забирать и восьмой раунд. Времени у Венисиуса достаточно, соперников поблизости нет, то есть как минимум он открыт в попытке установить бомбу, но сам он открылся на поясе. Адавик, хотя знал, что снайперская винтовка в Зигзаге есть, так что 12-8. И теперь мы видим полновесное возвращение, атака у Фурии перестала идти, бомбу они не устанавливают, экономика под большим ударом. То есть выход на восьмой и на девятый. Если я ничего не путаю, то тут вообще смог в Зиг не откинули, Фурия, и это странно, то есть ты делаешь такой, понятно, резкий выход на Б с минимумом гранат, видимо, но смачок-то в Зиг вообще не лишний был бы, потому что их там и авик подрезал, и может быть из-за этого они как-то не вместе упали, потому что Раш без проблем открылся за плент А, убил одного игрока, который был внизу, остальных нигде не было. Снова попытка выйти на Б, к Серату Давид, Раш его принимает. Ну да, Раш резво среагировал на это. Два ответа, вот это уже опасно, а Блэйм получает дым на Китчен, там же на окне тоже лежит смоу, как минимум бомбу Фурия уже установит. Что же у них там есть в арсенале? Галил, Эмка и красный Юрий на 10 хп будет отыгрывать стэком. Но обращается ситуация комплексити тем, что они-то будут выбивать три Китчена. Как раз таки сюда в основном игроки Фурии смотрят. Ясно комплексити могут себе позволить дождаться пока эти смоки развеются и выйти уже после них. Но все равно все будет довольно опасно. Палится Винни, несмотря на этот арт, помогает ему и тоже дает фраг по Блэйму. Неужели такое зальют комплексити? Это был просто повторенный раш на точку Б. Винни просто начинает поливать с Галилла, отведать Джейкэсу, но время потеряно. 13-й далеко не очевидный раунд забирают для себя бразильца. Чего не хватило комплексити? Дмитрий, почему они не справились с этим? Тут надо пересматривать сверху желательно на Бабленте. Может, если это будет один из решающих раундов, то может, Лайф Студи это посмотрит. Но в целом игроки на Б вдвоем дали один килл на двоих, потому что второй килл это вообще Блэйм с Китчена уже дал. Там явно что-то у них в связке не получилось. Надо посмотреть, как там они... Конфиг не дал ни одного килла с Зиги. Когда его пушили, араш его прикрыл, что-то там не пошло. А потом в ретейке ну как-то не вместе они решили сыграть. То есть вроде они были вместе с Китчена, но Авик прикрывал с Мейна, Блэйм шел напикивать, а ДжК стоял за смоком, ничего не делал. То есть не вместе они пытались играть, просто по одному. Мне кажется, это и проблемки. Да, плюс выбивание три Китчена самого последнего странно немного выглядело. Тем временем Поисон находит свой стартовый фраг. Были явные просветы в дымах, что отбросили Фурия. По итогу Поисон нашел там щель и забрал Арта. Это 5 в 4. Рассредотачиваются Фурии. У них был небольшой люркер под бет. Это Ксерата, но он сейчас оттягивается к тимайтом и пойдет на мидл. Не знаю, пропустят туда Ксерата или нет, так или иначе Фурия собираются тройным сплитом заходить на точку А. Но если Ксерата будет осуществлять сплит, а не дожидаться холпы. Ну, кстати, вполне может быть, что пропустят, если Поисон пойдет... Хотя нет, он останется, видимо, в Зиге. Вопрос в том, будет ли он прикрывать Аплент или сможет себе посмотреть мидл. Джекэс. Он один на А, намежду. Это очень нечасто такое вообще происходит, потому что тебе нет холпы, тебя никто не байтит. Вот, кстати, ответ на твой вопрос. Поисон не ожидал таких Ксерата или ожидал, но не убил. Там не совсем понятно, надо было пересмотреть. И ситуация 5-4, комплексити. Снова у них все было хорошо, но не доигрывают они. И теперь очень сложный ретейк. Ну, здесь Джуниор отлично отстрелялся. Пока по второй половине не было его особенно видно, но конкретно в этом раунде он был хорош. Два фрага своих дал, Блейм один против троих. Обратите внимание, что деньги у некоторых игроков комплексити под вопросом, но у Блейма 7000 с этим подсейвом, конечно же, разрулят на очень хороший бай. Однако, факт остается фактом. Фурия на Мираже чувствует себя получше, нежели комплексити. И по итогу даже вот такой раунд из меньшинства, то есть это был чистый четыре в пять они сумели перевернуть. Я не могу понять просто, почему так происходит, потому что ДжКС вот все на А отдал, пошел встал между, ему же, вот, ему игрок просто вышел, он даже, получается, он не ждал его, он прицел как-то влево держал, видимо, что... От флешки, наверное. Ну, не знаю, от чего, либо чтобы его не спалили сразу, а вот как-то Бозин вообще выбегал как-то на миду не особо аккуратно. Просто это очень странное решение, вот так вот пойти на между, оно чем-то должно быть, ну, либо чем-то обоснованно, либо я не знаю, то есть, почему так происходит. Обычно тебе там игрок с КТ должен прыгать или помогать, как-то смотреть, или еще в пунте где-то, потому что его вообще без проблем забрали. И ситуация пять в четыре, очень хорошая для комплекции, такое надо реализовывать. Они, как и в первой половине, не используют свои преимущества, которые находят по карте и, в общем, максимально странно. Ой, как ДжКС сейчас открылся на яму, стартовый фраг был от Блейма, а ДжКС забрал Ксерат и оставил Юри всего лишь семь процентов здоровья. Ну, пока у нас здесь небольшая пауза, ты хочешь сказать, что позиция на между, она в принципе плохая? Ну, когда ты один на А и тебе никто не помогает, тебе никто не прикрывает, когда у тебя команда в преимуществе, ты даешь за счет того, что ты один на между, очень, ну, как бы, это халява. То есть, либо у тебя получится как-то там убить, либо нет. Если игроки за атаку четко, спокойно выходят размеренно и ищут плент, то у тебя шансов очень мало. И желательно в таких ситуациях как-то, особенно когда ты проигрываешь, да, такой, то есть, ну, счет, когда тебе важно брать раунд, у тебя преимущество, то, скажем, я больше ожидал бы, конечно, более надежной игры. Скажем, я не хочу тут, как бы, очевидно говорить про то, что GKS супер как-то плохо сыграл, как и в той ситуации с коврами, то есть, игрокам здесь действительно виднее, просто я хочу сказать о том, что это необычно, как минимум, то, что вот такие решения принимаются со стороны комплексити. Тут 2 в 4 blame, точнее, ну, 4 в 2 для комплексити пошел в спину пытаться в яму искать, но 30 секунд, сложно будет фури доиграть этот раунд 2 в 3. Да, дали какой-то фейк смачок под точку А, то есть, зайперли коннектор, бомба поднеслась, скорее всего, на мидл, 23-22 секунды, возможно, под этот смок Винни попытается пройти в B, но там у нас находится конфиг, он, кстати, с авиком, а вдруг промахнется и... Нет, Кристиан, у него было много снайперской практики в последнем времени, еще на ESL Pro League в очень важном матче против Virtus.pro, он показал все свое мастерство, тогда комплексити выиграли ВП со счетом 2-1, ну, и после этого он стабильно отыгрывает роль второго снайпера, хотя эта роль для него далеко не нова, в Норс у него было то же самое, в общем-то, умеет, умеет он с авиком играть, практикует, так сказать, комплексити после выигранного раунда в свою очередь прописывают паузу, но отрыв все очень серьезный, почему-то меня не покидает ощущение, что ладно, там 16, но 15-й фурия так или иначе возьмет. Ну, конечно, шансов у них побольше на 15-й, учитывая то, что сколько у них там, 14-й осталось, ну, да, 9-й у комплексити, но вот развивая еще немного тему прошлого раунда уже позапрошлого, это о чем мне говорит то, что в комплексии такие раунды проигрывают, о том, что в целом не стоит им думать, что опикнули бы мы вот другую карту, нет, у них все очень хорошо на этой карте, мне кажется, в целом происходит, и раунды, которые они проигрывают, это им надо подумать, а почему мы сейчас так играем, почему мы принимаем такие решения, почему мы не доигрываем, почему мы не можем там 3-2 на беда держать и так далее, тут уже как бы какая карта не было бы, мне кажется, не так важно, но в общем, одно из мнений, может быть, наш лайфстудия тоже это обсудит, может они со мной не согласны, считают, что вот мираж в комплексе был плохо. Не, я полностью согласен, то есть 12-3 в первой половине вообще не по игре, то есть даже и близко, даже и рядом этот счет не стоял, пока что давление на базу B, оказывается, игроками бразильской команды не чекают угол 90, два легчайших фрага, бомбкерри уже даже не пошел, понял бессмысленность этой затеи, Винни открывается из ямы, должен чекнуть вход коврами, но проверяя сэндвич, он подставляется спиной под австралийского игрока команды комплексити. Как итог, здесь и у Блейма хороший угол, и 10-й раунд берут комплексити, а вот Фурия остается на бабах в плане экономики, 2.200 у Арта, но остальных там в среднем где-то 500-600 долларов. И тут возможно и время третьей паузы для Фурии, по-моему, две они уже прописывали, одну так точно, немного подумать. Вот может быть им попробовать вернуться к сплиту А, потому что мидл, мы помним, они занимали в целом неплохо, у них сейчас резкие заходы на точку, ну на Б, по крайней мере, они второй раз уже заходят, очень странно, как-то один игрок падает вниз, его спокойно убивает человек с Фореста, которого никто не разменивает, и смока в зиге нет, там спокойно стоит тоже конфиг с авиком, дает килл, странно. Хотя как-то же не до этого помнишь, взяли свой раунд, когда выбежали на Б, вот это зарашили, ну сейчас просто так себе смотрел этот заход, честно говоря. И вот я, если был бы на месте Фурии, если поставил бы паузу, наверное, попробовал бы больше через мидл поиграть массовкой, и снова какой-то сплита сделать, где Арт не пошел бы первый играть через смок в окне. Ну посмотрим, что ребята решат. Я думаю, кстати, пауза им особо не нужна, потому что минуту сейвил Джуниор, и не досейвил. Убили его после времени. Нужно ли ему было вообще открываться, тоже вопрос. Он может быть думал, что со спины его загоняет кто-то другой, хотя шума он явно не слышал. Пока повтор. А, ну тут нормальный флик от конфига, то есть по-хорошему в этой ситуации он мог бы здесь и отъехать, но фликанул. Неправда знат. Кстати, Blame 27 на 13, как тебе? Это, не знаю, для Blame вообще дефолт, по-моему. Ну, вот если даже так рассудить, его можно назвать основным бомбардиром комплекса, одним из основных. То есть по рейтингу он всегда первый. Мне кажется, в первом полугодии 2020, если бы не случилась эта история особо, он мог бы претендовать на попадание в топ-5 вообще железно. По такому рейтингу. Ну, а пока пистолета оставили себе по полторы тысячи, некоторые игроки снова пытаются душить. Ничего не получается, чертов конфиг вставляет палки в колеса, продолжает сиживаться на зигзаге с авиком. Вот чьет Кристиан, конечно, нормально. Да, конфиг, я с тобой согласен, он со вторым авиком очень комфортно себя чувствует. Не на всех картах он с ним играет, но вот на мираже, в зиге, это просто монстр. Он часто может чуть ли не в соло выигрывать некоторые карты в своей команде, беря второй авик, играя там нагло, везде прыгая, пуша, развлекаясь, не давая соперникам вообще спокойно дышать в этом мидле. И вот сейчас постепенно он продолжает делать свои фраги и играет очень стабильно со снайперкой. Последняя пауза у Фури остается. Напомним, друзья, первую сторону бразильцы выиграли 12-3. И теперь они оказываются в положении, где соперник крайне близок к тому, чтобы сравнять счет. А это неприятно. Видно, что и комплексити явно расстрелялись, в защите себя чувствуют суперкомфортно. Вообще, сейчас, если не лучше, то одной из лучших в мире защиты на карте миража комплексти можно назвать. Очень много раундов они здесь набирают. Вообще, изначально, как только этот состав собрался, мираж у них был одной из основных карт. Ну и сейчас мы видим, что их оборона работает. 28-13 блэйм, без печали, 3 асиста. Вот героики сейчас за защиту на миража, я думаю, можно выделить у них такие такие сильные. Но не такая стабильная. Они до недавнего времени миражи так тоже любили подзаливать. Может быть, может быть. Ну да, комплекции миража это классика. Тут я с тобой согласен. Так вот, что же Фурия будет делать после паузы? Потому что не хватило и минуты времени сейва джуниора, а потом еще эко-раунда. Решили они такие обсуждать. Что-то дополнительно джуниор остается один с бомбой под медлом. В то время как остальные пытаются что, фейкать Б? Ну вот, один игрок фейкает Б, стягивает конфига. За счет этого остается один джекэс медлей, его никто не прикрывает. Это, конечно, не самая приятная ситуация для него. Но угол у него вроде бы хороший. Он идет на сбежение с джуниором. Джуниор, кстати, с бомбой. И здесь он без прикрытия. Если джекэс сейчас пойдет и подрежет его, все может получиться. Но пока плюсовый размен для своей команды на центре находит арт, минус конфиг, минус блэйм. Юрий, выныривая из ладера, все-таки забирает раша. Падает под натиском джекэс арт, но бомб кэри в лице джуниора все-таки ушел. На А последний рубеж обороны. Это поясан. Он с авиком фликает изрядно. Дальше фас-зум по Юри. Принимает яму изи для поясана. 14-12. Без шансов, без вариантов. Отстрелялся мейн-снайпер команды комплексити. А ведь это было большинство для фурий. Да, очень круто разыграл здесь пояса. Но здесь фурию как-то сложно даже поругать, потому что они явно хороший старт для них. Кстати, повтор. Он не совсем ожидал здесь ксерат, а Юрий переключился вообще, мне кажется, или он с воплотом? Смешнулся. Мне кажется, он что-то... Хочется посмотреть здесь на лицо Юри после того, как его убили. Но показывают раша, которые... Да, неплохо. Окей, Пойзон. Хорош, хорош. И в итоге уже приблизились почти. Так вот, там была ситуация, где фурия сложно было что-то им изменить. GKS они не ожидали наступить, Леон дал килл. GKS дал же инфу по теспауну. В общем, просто Пойзон красавчик. Да, вот такой вывод мы делаем из прошлого раунда. И плейм тоже красавчик, друзья. 30-й фраг прямо сейчас он оформляет, делая энтри по Юри, который пытался зайти в окно. Но еще раз напомним, пауз у фурии не осталось. Они продолжают лететь на карте Дэми Раша, пока все, что им удалось во второй половине, это два раунда. Взять арт на 11 хп, перспектив уже крайне мало. Минус от блейма 31-й. Пошел за калашом, зигзага его так и не пропикали. Здесь джуниор, он несется, наверное, на вражеского снайпера. Винни открылся под Пойзона, но ответ от GKS очень быстрый. Ну, по джуниору разве что инфы нет, но куда бы он не пошел, его встретил. Вроде бы конфиг пытался стрелять в него в зиге, и из этого собственно конфиг пришел. Да, тут вообще смор по кнопке летает. В общем, джуниора ожидают, у него калаш нашел он, но без армора 1 в 4 не особо тащибельно, мне кажется. На 39 секунд джуниору не задобровать. 14-13. 14-13, 12-3 была первая половина отыграна. Пока ни та, ни другая команда не радует нас, своей атакой. Топ-дер. Топ-дер. Капе. О! 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 Найс, бэлл. Готово. Спасибо. Спасибо, спасибо, отлично, да, я отстрелялся. Хорошо, спасибо, спасибо, я правда хорош, я царь, я знаю. 14-13, прекрасно, что есть у нас подобные вставки, хотелось бы видеть их почаще. Да, 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 то же самое хотел сказать, это очень круто. Новый раунд и новое приключение для команды фурии, они уже проигрывают по внесенному урону, 23 хп остается у арта, пробрасывают на коврах бэк серат, у него минус 35. Это добрые вести для комплексити, ну и пока не получается, фурия все больше и больше как-то зажимаются, сейчас даже на центр карты не выезжали, разбрасывают бэк серат, по-моему плевать, он идет в контратаку на ковры, как тебе такое? Нормально, чувствую себя уверенно, он показывает, что он тут король, как бы, позиции на б-пункте, а фурия, ну, интересное решение, идут просто пятером на бэк, вообще без контроля медла, блэйм находится недалеко, тут важно, конечно, как раш, сколько минусов у него получится дать на балконе. Главное молотова мы сюда не получили, на позицию Пронокса, так называемую, одного он пропускает, Серат, скорее всего, его не видел, второй, и вот теперь аж должен подключаться, правда падает конфиг, пара, что инфа есть, его должны разрывать, врывается кто-то еще из игроков комплексити, это у нас Блэйм, один килл, его сейчас с левой стороны должны пропихать, но нет, он реагирует на Ксерата, как же помогает капитан своей команде, я не могу в это поверить. 40 секунд до конца, минус от Джуниора, Блэйм сидит на бэксайде, также получает от вражеского снайпера порцию свинца и ДжКС 1-2, но он на коврах. Да, есть у ДжКСа, в принципе, возможность брать этот раунд, 30 секунд, вряд ли на А будут уходить игроки Фури, правда, очень важно, что Арт собрал инфу по Кичину, понимая теперь, что либо Зик, либо Бедом, и ждут ДжКСа, да, какие его дождались, Арт законтролил с Кичина, но вот, что хочется сказать, странно, что Пойзон так открылся с Кичина, потому что его контролил АВИК, и скорее всего, Блэйм должен был же слышать этот скоуп, то есть он должен был сказать, вот здесь он находится за плентом, убивает сейчас игрока, ну, непонятно, может, если не слышал, то, конечно, Пойзон все нормально делал, в общем, опять, кстати, прием КБ вот в мидраунде, когда именно с Бедома выходят, конфиг как-то не особо сыграл, он за плентом стоял, смотрел Зик, раш пропустил, и все, уже сложность получается, не до конца слажена там получается приемка. Но ничего, конфиг забыл о прошлом раунде, и в текущем 29 по счету забрал Арта на мидре, обратите внимание, что Фурия закупились на последние деньги, в прошлом раунде много игроков не потеряли, если не будет бомбы, то комплексти будут преимуществе в раунде под номером 30, если, конечно, выигрывает текущий, шансы уже очень хорошие, потому что Пойзон ловит Юри, тот, наверное, хотел отбросить гранату, сидя в Андере, и Пойзон, поймав хороший тайминг, забрал и второго своего соперника. А мне очень интересно посмотреть, сколько вообще флешек кидает Фурия в мидл, потому что, мне кажется, их Зиги уже и Пойзон ловил, и конфиг уже несколько раз ловил, вот этот авик, то есть я понимаю, что это сложно, там, скажем, четко отфлешить, но, может быть, они просто мало кидают этих флешек, но там можно хоть три флешки тратить, и если четко по таймингу проходить, мне кажется, ну, не так часто должны даваться эти фраги с авиком, в общем, очень легкие начала раунда постоянно для комплексти, с этими снайперами, винтовками. Да, ты очень интересную вещь подметил, в том плане, что четыре, наверное, пять раз мы видели, как первый фраг как раз зигзага дается в быструю по пропрыгивающему в мидл игроку за Т, но да, приспособиться к этому Фурия пока не могут, да и в этом раунде у них серьезные проблемы, я так понимаю, они сейвят, наверное, потому что, как мы и подмечали, денег будет мало в следующем раунде, три в пять, это шанс какой, 15-20 процентов, не очень большой. Мало, да, и сейвят они, 20, кстати, этих энтрифрагов у комплексти, по итогу. 20? 20, да, там 7-1 идет Блейм по опен дуэлям, ну и там остальные еще у Раша, 6 энтрифрагов, конфиг 3, poison 3, вот это савика, мы, видимо, настреляли, и конфиг еще в мидле, когда за атаку бегал, и один энтрифраг от GKS. Блейм меня сильно впечатляет, конечно, как только вот этот состав комплексти собрался, он сразу начал колотить какие-то безумные рейтинги, многие относятся к нему как-то так, не без доли иронии, что, мол, он сам выстраивает игру, чтобы набивать хороший стат, или его фраги максимально простые. Серьезно? Это какие-то изменения? Да, вчера вот от аналитиков слышал, конечно, такое, да-да-да-да-да, от наших. Не, ну, как бы, есть, конечно, такое, что он, так, ну ладно, давайте чуть попозже это обсудим, тут арт выходит с ямы, подлавливает Poison, как-то не до конца авик комплексти уверенно отыграл за искрой с авиком, остается GKS, ему помогает Blame, ой, очень важно, как Винни промутился коннектор, ожидает, ну, конфиг его смотрит, но не попадает, хорошо, забирает таки Винни, Blame спасает снова всю ситуацию, и теперь уже 4 в 2. 35 в 15, 35 в 15, друзья, 2 в 4, момент для Фурии, при том, что именно они давали стартовый фраг, но из-за того, что Арту так не удалось промутиться в смоке на джангле, все закончилось не очень хорошо. С 3 в 12 комплексити отыгрываются до допов, и я даже не знаю, в каком состоянии и положении Фурия подойдут к допам, потому что они же, скорее всего, будут. Ну, судя по всему, да, 2 в 4, конечно, слабо верится, может быть, хотя, если, конечно, сейчас кто-то подставится под джуниора, и тогда откроется к Сератус Ковров, в принципе, ну, ну, нет, это я уже, какие-то сказки, скорее всего, придумываю, никто не спешит под джуниора подставляться, пытается выходить с коннектора, вот сейчас, если тайминг по Блейму хорошо слабит, когда Блейм будет чекать, вот, да, джуниор его убедил, но Блейм, кажется, тоже его заметил, и заканчивает 37 на 15, воу, довольный Блейм, явно радуется этому камбэку и его команды, и, конечно же, лично, очень хорошим выступлением. да, Блейму можно только поаплодировать, как и в целом коллективу Комплексити, им уже не впервые возвращаться с каких-то неприятных счетов, но здесь 3.12, и это даже не такой психологический минимум, который мы обычно нашифровываем, тем более, что Мираж довольно сбалансированная карта, она не очень хорошо для таких камбэков подходит, но сейчас Комплексити подтвердили свой статус одной из лучших команд за КТ-сайт на карте Да и Мираж. А вот что чувствует Фурия, я ума не приложу. Да, и очень интересно, как они будут пытаться находить решение, потому что если Комплексити я бы на их месте может не обязательно что-то и менял, то есть там были у нас идеи, что можно поменять, но в принципе можно было просто ну доиграйте уже раунды, то к Фурии такого не относятся, тут им надо именно как-то понять, а как вообще заходить нам, что нам делать, как на ТА зайти и что у них получится, мы узнаем скоро, уже на допах, давайте оставаться на трансляции и через пару минут узнаем, чем же все закончится. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Возвращаемся к матчу, дорогие зрители. Сразу же к овертаймам. Пока что очень яркая драйвовая игра. У нас была первые 30 раундов. Я надеюсь, то же самое продолжится и на допах. И у меня пока ощущение, что комплексити смотрится в целом покруче и должны были бы уже и в основное время забирать эту карту. Согласен ты, Костя, с этим или нет? Не, ну с 3.12 в основное время забрать эту же 2.3 вы, конечно, загнули. Но сейчас Фурия, наращивая темп, будут под раскидку пытаться выйти на А. И пока у них получается это очень здорово. Наконец тяжелая артиллерия. Водрузилась у Винни. У него СГшка. Эту СГшку он раскручивает на килл. Пояс отыгрывает против ковров, сидя на головах. Но от Ноксерата не перевелся. Наконец-то Фурия. Все-таки подобрали ключик. Но конфиг. Очень, очень точный снайпер. Сейчас достался команде комплексити. Он дает довольно сложный фраг, попадая по голове. Здесь же подключается Раш 2.2. Как бы Фурия это не залить? Что сейчас происходит? Зачем налазить на искру в этой ситуации? 3.2. Конфиг. Он ушел. Он промахнулся и ушел. Дима, ты понял, что произошло. Ксерата со всех ног несется на Б. Конфиг это читает. Главное сейчас не отъехать Рашу. Сместить на себя как можно больше внимания. А вот конфигу нельзя топать, потому что его могут услышать. Конфиг пытается забрать коннектор. Но скорее всего Ксерата слышал, да? Да, да, да. Ксерата слышал. И сейчас отпикает игрок с лавки. Так, ну тут какие-то невероятные перестрелки у конфига с артом. А он тоже, видимо, слышал Ксерата, да? Или просто догадывается? Догадывается. О, попадание по локотку. Понял ли это конфиг? Нет, не понял. Открывался не с пистолетом. И, по идее, Фурия все-таки этот раунд заберет. С фейком отыгрывает Ксерата. Понимая, что Раш где-то неподалеку дожидается тиммейта. Бомбу поставит на дефолт, скорее всего, который и займет арт. Ну, я имею в виду арт-позицию под дефолт на ковра. Да, да, да. Все четко. Правда, почему-то долго еще пытается играть. Ну, в общем, не важно. Надежно отыгрывает Фурия. Тут сложно будет Рашу, конечно, красным справиться. Но одного убивает. Есть инфа по нему. Он не совсем понимает, где находится арт. Не, вроде теперь ожидает плент, но все равно 12 хп на одну пульку, конечно же, да, арт справляется. Как-то так Раш выстрелил в никуда. Хотя нужно отметить, что арт тоже немного рисковал. Не в этом эпизоде, да, а в целом. Потому что он был ваншотный, то есть попадание по голове могло бы Раша здесь спасти. Но 16-15 очень сложным, очень сложно выдается карта Мираж для Фурии сейчас. Такой вот пожилой повтор у нас с вами, уважаемые зрители. Попытка неплохая. Спасибо. Да, ну вот что мы можем констатировать. Что получилось у Фурии наконец в атаке. Они пошли на старте раунда на А. Сейчас повторяют ровно то же самое. Тут ЖКС под ямой, откинет смачок. Да, откидывает. Но это не выход А, потому что бомба отправляется под Б. Арт там вместе с Сирата будет заходить. Винни пытается фейкать А. ЖКС его убивает, говорит, что тут больше никого нет. Надо ожидать на Б. Раша откидывает смок в Б-дом. Как-то ай-яй-яй. Очень-очень неудачно получилось у Раша, потому что откинул смок не под себя, а в Б-дом. Его забрали и теперь пустой Б-плент. Да, 4 в 4. Сейчас отыгрывают. Ну нет, по-моему, смысла для комплексти здесь сейвить. Деньги будут так или иначе. ЖКС только сейчас вообще уходит с позиции точки А. При том, что бомба установлена. Нужно будет его еще дождаться. Кстати, Юрий контролит этот момент. Нет, не доконтролил ДжКСа. Кстати, австралиец двигается вообще с Юспом на руках. Для того, чтобы, наверное, нарастить немного темпа. Итогу Юрия он все равно не перестреливает. Там Аксирата дает два своих убийства. Где же Фурия были в основное время? С такими-то взрывными раундами. Ну, тут, где в этом раунде был Раша, у меня скорее вопрос. Потому что это, конечно, у него ключевая была позиция, когда четыре игрока фокусировались на аплент, на этот фейк. Ему важно было супернадежно сыграть. А вот, конечно, ну реально раунд был тут на Раше. То, что получается, когда опорник Б сразу же при таком заходе умирает, все сыпется в итоге у команды. И Фурия, конечно, молодцы, что вот создали эту возможность подловить Раше и взять раунд. Конечно, не стоит как бы преуменьшать их заслуги. Но меня недавно на фейсе ТТМ и так бомбил. Говорит, как вы два опорника на Б, ни одного фрага дать не можете. Вы такие сяки. Интересно, обрушилась ли критика на Раше сейчас. Но в любом случае, да, эпизод серьезный. 37 на 17. Статистика Блейма тоже обращает на себя внимание. Тем временем погибает Юрий. Здесь явно не ожидали такого быстрого прохода по Зиге. Но Блейм все-таки дожимает по Юри. 38-й килл. Теперь слово свое должен сказать Раше Конфиг. Конфиг контролит Зигзаг, оставляет Винни 3% здоровья. Он пользуется этим и добивает Раша. Теперь нужно найти способ пройти Конфига, пройти Блейма на китчене. И можно забирать, в общем, 18-й раунд. Ну да, теперь Конфига не получилось сразу же забрать. Он теперь за смоком будет уверенно себя чувствовать. Может долго тут жить, прятаться. С ним рядом есть Блейм. Правда, Блейм не сразу сможет помочь, конечно же. И вот теперь Блейм, правда, уходит, а Конфига скоро смок закончится. Эй, комплексити, а что делать будем? Вау, есть твол! За детекчена, минус от Ксерата. Наверное, из-за этой паузы Коллы подумали, что бомба будет вынесена на А. Ну, то есть у них вот такая опция была, что нужно кому-то пойти проверять эту точку. Просто странно, что они оставили, ну, или что они оставили, что Конфиг так остался в этой позиции. Одно дело, когда Блейм с ним рядом, смог заканчиваться, Конфиг начнет стрелять, Блейм начнет выходить, и у них тут вау-вау-вау, там прям движ какой-то. А так получилось. Но один в один размен уже неплохо, на самом деле, для Конфига в этой ситуации. Так, ну 20 секунд, подзатягивает немного Фурия в этом раунде. Винни набрасывает Хаешку, на ней его и ловят. Падает бомба, и... А, это пауза пока не работает. Ксерата в клатче 1 в 2, дает фейк по установке бомбы, но получает лишь мол-то все под ноги. Нет, Вариков ему установить бомбу, 17-16. А вот это важно на территории допов. Одно дело, когда там 3-0, а другое 2-1, и тут у соперника даже есть варианты на победу, например. Хотя в первой половине комплексы свои атаки не блеснули, но мы с тобой уже обсуждали, что много своих раундов отдавали комплексы. Сейчас они явно расстрелялись, им должно быть попроще. Да, есть такое, я думаю, однозначно проще будет увереннее себя чувствовать здесь игроки. Здесь, конечно, крутой момент, то, что в итоге в голову четко повелся. Я бы, кстати, на месте конфига не решался бы здесь так стрелять, потому что, ну, может, в голову не попадешь, спалишь позицию, но я не конфиг, а конфиг не я, и, в общем, все заканчивается разменом. Один в один, и комплексы уже за атаку. Кажется, пока не спешат. Так, они были массовкой пода, они что-то туда кидали. Не, просто, видимо, похолодили, и теперь возвращаются перезанимать мидл. Да, ну там было два смока на внешне-внутренней части коннектора. На этом, в общем-то, все. Комплексити. Как Дима и подметил, полностью уходят. Все это похоже на сплит-бэ. Как мы видим, там три игрока в фурии. Один, может быть, сейчас уйдет. Это будет удобный тайминг. По-моему, раз что-то услышал, и сейчас дает колл тиммейтам. Ксерата позволил себе поджим ковров. Но пойдет ли он на территорию кухни? Да, он получает флешку от тиммейта. Какая идеально разыгранная комбинация. Конфиг, правда, ловит Винни на окне. Это все равно 4 в 4. Снова такая же тема, когда пытаются делать сплит-бэ комплексити. И у них игрок в б-доме умирает первый. Это очень неприятно. И теперь комплексии приходится как-то выкручиваться, разворачиваться на апплэнт. Мы уже говорили о том, что выходить только через коннектор без других частей карты может быть сложно. Но здесь у Хури никого нету в упоре. И комплексии этим пользуются. Вообще не боятся ковров, ямы и так далее. Просто спокойно выходят, ставят бомбу на коннектор. Так, конечно, раунд и такой тоже можно взять. Так что, неужели пойдут вдвоем душить джангл? Куда-то убегает... А сейчас флешечка. А, это флешечка. И под нее будет пикать арт. Ну, от нее JKS просто отворачивается. Не знаю, эта флешка вообще часто работает? Я вообще, на самом деле, не видел такого. Я просто понял, что он идет на флешку, но как-то слишком, ну, не особо сработало. Но бомба уже пищит. Здесь на ретейке два авика. Джуниор промахивается по Тетрису и... Так, не, подождите, как килл есть. Зажим от JKS, прикрытия от тиммейта не было. Нет, все-таки 17-й раунд для комплексности будет иметь место. Ну, такой. То есть раунд 3 в 4 по сути выигрывают колы. Да, на бомбе, да, с не самой стандартной флешкой, но выигрывают. Знаешь, как-то мне интересно, как комплексити настолько были уверены. Да, тут слышно эту флешку. Как-то Арт вылазит через 5 минут после этой флешки, думает, как он не слепой. Как так? В общем, что я хотел сказать... Да, такой, блин, не слепой. Идеально же на прахах 10 из 10 работало, пацаны. Да, но здесь явно не совсем так, как задумано получилось. В общем, комплексити вообще не переживали за упор под аплентом. Тут Джуниор справляется, уходит с коннекторы. И сложный для себя раунд на самом деле взяли, потому что, как помнишь, Раша забрали в начале в Б-доме и все равно комплексити разрулили этот раунд. Да, да, 3 в 4 на бомбе. Конфиг мутится в дым, Джуниор его контролит. Тем временем Юрий принимает Раша. Минус от Джуниора есть, но второго не переводится. Это, на самом деле, важный размен. Есть теперь варианты все-таки окопаться на точке, особенно если бы погиб еще и Зигзаг. В этот момент один из игроков Фурия занимает позицию перед тикетбоксом. Важнейшую перестрелку выигрывает Блейм. Устанавливается бомба. Комплексити этот раунд могут забрать себе. Да, сейчас, правда, очень сложная у них ситуация. В дефолте находятся сразу два игрока, и тут конфиг должен вытворить что-то очень жесткое. Потому что Блейм красный, Медлет дает первый минус, и остается Блейм 1-2, но бомба не на него. Ну, это, скорее всего, раунд за Фурией. Бомба не на него? Ну да, бомба на Фнатик. Не, ну, а, на Фнатик он не откроется. А что же он тогда пошел сюда? Так, ну, я не знаю, что он пошел. Он, видимо... Кстати, я не знаю, что он туда пошел, потому что у него тиммейты в таких позициях, что они не смогут жить. Их будут давить, то есть их быстро убьют, и у него не будет времени выйти с коннектора, убить Фнатик. То есть бомба Фнатик, у нас не занята яма, у нас не заняты ковры, и Блейм в мидле вообще с Авиком. Ну, хотя он, в принципе, там изначально был, то есть он был в джангле, по-моему, сделал килл, остался красный, и после этого, видимо, под яму не успевал убежать, оставаться... Не знаю, может быть, он побежал в мидл, надеясь успеть через трес под А, потом понял, что он не успевает, вернулся назад. Я не знаю, что еще, как бы, какое еще объяснение найти. Может, он за Авиком побежал? 43 на 18, в общем-то, у Блейма, тем не менее... Можно просить, да? Ну да, 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 тем не менее, 18-й раунд Фури все равно есть. В два Авика сейчас отыгрывают они, а комплексити занимают центр карты, как это было уже неоднократно. Двойка игроков у них под Б. Арт поджимается в зигзаг, контролит правую часть ящиков. Ящика неплохая. Хотя нет, только 8 хп снимает конфигу. И 5 в 5, минута 15 времени. Несчасто такое в этом матче бывало. Можем насладиться этим моментом. У нас размеренный дефолт от комплексити. Снова Ксерата поджимает ковры Б. Снова колет флешку от тиммейта. Теперь уже здесь никого, но инфа собрана. И под эту инфу, по-моему, Арт просто уходит с Б, оставляя Ксерата в одиночку. И хорошо это для Пури, потому что в комплексе делают сплит А. ЖКС находится в яме. Ой-ой-ой, конфиг почти поймал Винни с гранаты, но он не смотрел туда. И Винни дает минус 2. Как это возможно? Выход из дыма на коннекторе. Никто не смотрит на джангл. Дмитрий, это преступление против человечества, против КС и ЖКС 1. 19-17. Вот это поворот. Выиграв первую половину 12-3, Фурия все-таки доигрались до допов, которые блестяще и выиграли. И дальше нас ожидает карта Дейнферна. Выбор уже самих ребят с команды Фурия. Сейчас посмотрели за пиком комплексити. Ну, наверное, колом Найстрай можно сказать однозначно, но некоторые игроки вроде Раша откровенно не доигрывали. Да, у Раша на допах откровенно не пошло, потому что и на Б-плейнете, можем вспомнить, как он был единственный опорник, не справился. И когда был крайним под Б, его там забрали. Хоть раунд выиграли комплексии. Но, в общем, точно не самая лучшая игра в его исполнении. Аналитики там говорили, как-то вкратце про Раша, может, тоже еще поговорят. И комплексити были очень близки. Действительно, респект им за это. Но вот когда они уже на допах, мне казалось, все уже, фавориты должны таки после этого камбэка добирать дальше. Но стоит отдать должное Фурии, потому что они собрались, все-таки за атаку взяли два раунда. Большие молодцы. Так или иначе, дальше Инферно. И много времени комплексити потратили для того, чтобы привести эту карту в порядок. Сейчас она у них вполне конкурентна. Вот на игры Шоу Фурии на ней немного. До этого у них там были стриги по 10, например, побед подряд на Инферно. Ну, вот в течение даже старта этого года, конец предыдущего. Но что будет по факту, мы узнаем через небольшую паузу, и наши аналитики также поделятся своими мнениями. Скорая игра твоей команды. Ты надеешься на победу. Весь в предвкушении игры. Но ситуация меняется. Тебя терзают сомнения. Они вытянут игру или их занесет на повороте. Ты берешь себя в руки, потому что уверен, от них будет выплат. Знаешь, что они готовились. Понимаешь, они идут правильным курсом. И даже когда шансов нет, ты веришь, они выйдут. GGB. Дай волю азарту. Дай волю азарту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Это Philips OneBlade. Это не какой-то очередной станок из 18 лезвий с гелевой подушечкой. Потому что OneBlade – это одно лезвие для щетины любой длины. Подравнивай, брей и делай контуры. Philips OneBlade. Инновации и вы. Philips. По-моему, друзья, это может напакивать ГГД. Вы просто ждёшь, чтобы в его снайперском прицеле кто-то из игроков Na'Vi появится. Конечно же, этого не произойдёт. Друзья, почти BlameF повторил рекорд Флейме на карте. Мираж, 37 фрагов. Действительно много в основное время. Почти брались раунды на большинстве в атаке. Но тоже не получилось. Почти камбэкнули. Но почти в карман не положишь. Им сыт не будешь. Всё же Фурия додавили своих соперников. И на овертаймах обыгрывают их. Показав действительно героический характер. Я бы это, наверное, так назвал. Потому что, ну вот, и Дима Дев говорил какое-то время. Костя с ним не согласился. Что казалось, что вот уже комплексити передают. И Фурию даже в основное время унесут. Были интересные раунды. Были ошибки, наверное. И такая интересная интрига у нас. Что мы вроде бы тут рассуждали. Изи комплексити. Но не получилось. Ну, на самом деле, для меня лично комплексити выглядели на голову сильнее. Честно. Несмотря на то, что, да, 12-3. Вот есть такое ощущение. А почему оно? Максимально оно есть. А я объясню свою точку зрения. Смотрите. Во-первых, комплексити, как мы видим, да, у них прекрасная защита на Мираже. Там вообще состав, там, можно вот, если вы там играете какую-то из позиций, вот любого из игрокового комплекса на Мираже за защиту смотреть. И Раша. А? И, конечно, несмотря на его статистику, человек опытный, хорошее действие. Просто где-то он не так попадает, как хотелось бы, да, в таком звездном составе. Но это другое уже дело. Смотрите. Просто не хватило немножко количества раундов за атаку. Почему не хватило? Вот даже, к примеру, приведу раунд. Десятый, вроде бы. 8-2 был счет. Как бы, да, 8-2. Там хорошо Фурия набрала, но экономики на один проигранный раунд, и все. И комплексити уже могут добирать там свои. Там был какой-то момент. С MP5 у нас был арт. В окне красный. Убили в окне еще одного игрока. И GKS с ковров просто отдается пода, и сплит потенциала теряется. Остается 4 игрока на меду у нас. И несмотря на это все, в итоге счет у нас 10-2 дошел, и всего один раунд. После этого потом забрали комплексити. Хотя в таких моментах бы доигрывать, и совсем все по-другому бы пошло. Было бы больше раунда. Потому что Фурия за атаку ничего не показала. Максимально было видно, как комплексити. Да и в принципе, не нужно быть прям очень сильной командой. Можно посмотреть 5 демок Фурии на мираже, и уже пытаться их контрить. Вы видите, сколько раз арт отлетал у нас за атаку, и играла в четвером команда у нас Фурии. Посмотрите, как это стартуется раунд. Только дается дым на старт, тут же грамотно, либо запрыгивает насколько-то на букву из снайперов, или под коннектором, пытается этого арта словить. Либо игрок с окна с рефлой уже нашивается, прокидываются нужные гранаты. Максимально нейтрализует, пытается нейтрализовать арта в меду. И понимание того, что какой-то кор из четверех игроков в другую позицию будет выходить, есть понимание этого комплекции. И посмотрите, какие раунды взяли Фурия. Раж Б, ну там вообще просто не пошло немножко там у конца. Ну где тонко там рвется как бы, они почувствовали в какой-то момент, что это приносится? А я бы не сказал, что почувствовали. Там вообще были безответные раунды, и в поле этих безответных раундов, ну вот Раж Б, которые забрали Фурия. Потом следующий раунд с чего начинается? С того, что у нас сразу 4 в 5 уже Фурия, арт на меду отлетел, максимально комплекции... Ну это ничего необычного. Ничего необычного, раз 5 или 6 я такое видел, то есть комплекции были полностью готовы к Фурии, вот один из таких вот моментов, да? На счете 15-13, кстати, взяли Фурия 15, да? Поэтому для меня комплекции могли спокойно в основное время закрывать Фурию, просто за атаку они где-то сыграли не на максимальном фокусе, вот имея это преимущество, доигрывали не так, как должны были. Слушай, ну они сделали 21 или 22 энтрифрага, 36 раундов мы посмотрели, то есть получается, ну нормально так превзошли своего соперника, в этом показателе на 15, да, энтрифрага Фурии, то есть я смотрел, до этого у них статистика как бы отыгрыша 5 в 4, 75%, то есть стандартная, нормальная, профессиональная статистика. А у Фурии наоборот была 65%, то есть не очень. Как раз тут я возвращаюсь к тому, что все-таки я спешу где-то, возможно, на... Ну не знаю, не то чтобы я оправдываю комплексии, ну просто усталость, ну такое понимание есть, когда ты много играешь, когда там вот нужно уже там... Ребята, может некоторые проснулись там часа три назад, нужно там себя приходить, сфокусироваться. Да, все в равных условиях, но... Ну как раз таки сказывается, вот это вот преимущество есть, но такие опытные ребята, как команда комплексити, местами не доигрывали, как должны были. Вот как, например, 10-й раунд я описал, в котором GKS не должен был этого делать. Да, у них... 0.54 Раш сыграл по итогу. Я бы тут его с Артом, наверное, сравнивал, не с Винни. Интересно, почему именно Винни у нас справа. Все-таки, ну явно выпадали в своих командах и Раш, и Арт. Явно выделялся Блейм, у него там 1.8 или 1.70, сколько-то там, рейтинг 2.0. Очень обидно, вот он Блейм, КД 2.26, парень тащил. Кучу-кучу делал фрагов, у него личная дуэль против Юрия 15 к 1. То есть Юрий один раз убил Блейм, а в обратную сторону 15 раз, то есть 15 фрагов из 43 сделал Блейм. Казалось бы, вот с таким кэпом, да если у вас любой игрок набивает там 40+, ну надо уже это выигрывать, но тем не менее, не получилось. Не очень я люблю такие вот матчи, когда первая половина в одну сторону одни летят, ты понимаешь, все, ГГ, потом вторые комбэчат, вроде уже кажется, да закройте, откомбэчьте, они не могут откомбэчить. Такая получается немного мутная история, ну и тем более, когда явно выделяется Блейм, еще более обидно становится за датского капитана, но можем похвалить Фурию, зря мы их закапывали, все-таки есть еще силенки, не знаю, смогут ли выиграть всю серию, ну по крайней мере, заряд плюс морали они получили, все-таки не отдав комбэк команде Комплексити. Слушайте, ну в прошлый раз та же самая история была, то есть три в атаке Комплексити брали, пусть это там в декабре было, да, то есть ничего не поменялось, может быть соперник не самый удобный Фурия, как бы она в каких кондициях на данный момент не находилась, как бы мы там не проходились по ней, что у нее проблемы, все приигрались к Джуниору, Арту связки привыкли, хотя Джуниор выпадает-выпадает, но сегодня набахал нормально, то есть когда день у Джуниора, Арт выпадает, в целом команда как бы выигрывает карту. Ну, двоякая ситуация, знаешь, тут с одной стороны можно похвалить команду, которая реализовала, ну и не дает шанса, да, там грубо говоря, за защиту Фурия там не давала шанса, но не совсем так, все-таки преимущества, которые... появлялось все комплексити, я больше склонен к тому, чтобы ругать команды, тем более такого уровня, таких игроков, уже опытных, да, тут нет вопроса даже о какой-то молодости, я уже не первый раз давал такое описание команде комплексити, это самый сок по возрасту, по скиллу, по опыту, по всему, команда прекрасная в этом сегменте, и они должны такое преимущество реализовывать. Все-таки одно дело, если бы они делали во всех моментах все правильно, доиграли идеально, да, но при этом просто Фурия, там ребята индивидуально где-то раскрутились, еще что-то, и так далее, и тому подобное. А так было преимущество, были ошибки определенные, лишние какие-то мувы, и вот тебе, пожалуйста. На самом деле комплексити нужно просто обсудить, что не так, а мое мнение не так, ну, при всех этих преимуществах, которые они получают, им нужно просто где-то выдохнуть, узнать. Слушай, такой у меня вопрос, наверное, последний по Миражу, я тут посмотрел, 21 Мираж за 3 месяца комплексити сыграли, 14 выиграли, 7 проиграли, то есть сейчас 8, получается, проиграли. Это плюс или минус вообще? То есть, ну, знаешь, бывает много карт сыграно, это твоя самая, как бы, лучшая карта, там хороший винрейт, и таких проблем не должно, по идее, возникать, как возникли у комплексити в атаке, бывает наоборот, против тебя пикают, пикают, ты проигрываешь, проигрываешь, а в нужный момент, как бы, даешь результат, а здесь, я не знаю, вообще, Мираж очень странный такой получился, то есть непонятно, какие факторы вообще в минус комплексити сыграли. Да, Мираж вообще, для меня эта карта в Сорен-Трельном Коте-Страйке одна из самых, ну, я бы сказал, рандомных. Ну, действительно, ты можешь тренировать его сколько угодно раз, но ты его там проиграешь в команде, там, ну, я не буду говорить, там, Фури, ну, кому угодно ты можешь проиграть. Карта, которая требует, особенно на помедленной игре, постоянного фокуса, контроля того, что тебе уже могли ковры пропушить, могли там-там пропушить, то есть, ну, очень много фокуса требует, и вот, например, Астралис команда, они молодцы, они Мираж из своего пула вообще убирали, если что, они готовы его сыграть. Ну, когда-то хорошо катали, когда-то они вообще, ну... Да не все хорошо, ну, на самом деле, вот, даже смотрю на Фаня, да, все могут понять, что вот Гамбиты, да, у них прекрасный мапул, Нюк вообще не играют, но вот Нафаня говорил, что если будет Нюк, он разобран, можем без проблем. И так почти у всех топовых коллективов, у всех есть опыт с разных команд игры на каких-то картах, и все могут все играть, но просто вопрос какой-то формы на картах, и что лучше получается, и комфортно. Для комплексити, еще раз повторюсь, Мираж максимально комфортен, в защите они очень сильны. Повторюсь еще раз, каждый игрок на своей позиции, это, там, пример, можно демки скачивать, смотреть, учиться, но просто здесь, ну, для меня налицо видно, почему в основное время они не доиграли. Просто нужно было более спокойнее разыгрывать преимущество. Ну, три в атаке, как бы говорят, сами за себя, пикнули Мираж, взяли три в атаке, и все, ГГББ. Дальше Инферно, выбор Фурии, наверное, самого такого серьезного достижения, можем подметить победу над командой Гамбит уже в этом году. В принципе, Гамбит, как мы понимаем, сейчас лучше. С чем сравнивать, да, с эталоном, как бы, если кто-то у кого-то, точнее, кто-то у Гамбит карту отжимает. Да, это уже хорошо, и у Фурии есть победа над командой Гамбит, но вот последнее Инферно свое они все-таки проиграли, поэтому тоже такой довольно скользкий пик. Раньше много играли, сейчас меньше играют. Вроде бы, как чувствуют себя комфортно, наверное, как комплексити на Мираже должны были себя чувствовать комфортно, так же и Фурия сейчас будут на Инферно рассчитывать, что у них все хорошо, а как оно получится, тут уже вопрос после допов на Мираже сложно предугадать. В целом очень мало играют, и те, и другие Инферно. Одни шесть раз сыграли, там за три месяца Фурия четыре вообще раза Инферно сыграла. В прошлой их встрече вообще второй картой нюк был, да, где Фурия справилась, и тем не менее решила свою вторую карту почему-то поменять, да еще мало того, что поменяла, так еще и пик соперника выиграла. То есть, в принципе, Фурия, получается, в шоколаде? Ну, комплексити допы против Астралис были вот тут недавно. То есть не сказать, что комплексити плохи на Инферно. То есть все-таки там 22-19 сыграли с Астралис, Астралис вроде бы как нормально себя чувствует, даже без девайса. В общем, непонятно. Я бы, наверное, если не смотрел первую карту, сказал, что изи для комплексити, но Фурия как-то пикнули. Что-то пикнули. Нет, раньше просто Фурия не думала. Там декабрь, ноябрь, вообще просто Инферно, проигрываем, выигрываем, без разницы. Ну, там просто Арт сейчас бегает, умирает. Раньше он бегал, убивал, а сейчас он бегает, умирает. И как с таким Артом как бы играть? Ну, как говорится, хороший игрок два раза плохо матч не проводит. Скорее всего, Арт хороший игрок. Я хочу сказать то, что, во-первых, я говорил, что одна из слабостей Фурии, по моему мнению, это интеллект команды в плане розыгрыша 5 в 5. То есть одно дело после разменной ситуации, это совсем другая история. Ну, это тоже нужно уметь играть командам, да. А при ситуации 5 в 5 это тоже другая совсем сторона. И на Инферно как раз таки Фурии, я не один матч видел, неплохо умеют двигаться при ситуации 5 в 5. И поэтому, наверное, ранее и пик. Но комплексити вчера в атаке были очень сильны против Астралис. Я, несмотря на неудачи на Мираже, вижу все равно их фаворитами 2-1. Мое предсказание живет. Твое да, Федора нет. Чье предсказание, друзья, выиграет и останется все-таки в живых, узнаем. Возможно, уже на карте Инферно, возможно, на третьей. Но Инферно сейчас точно будет. И его будем смотреть с нашими комментаторами, Лениным и Дефом. Здравствуйте, здравствуйте. Минутка интересных фактов по карте Д. Инферно от Фурии. С того момента, когда бразильцы прилетели сюда, в Европу, они много играли Инферно. И, значит, едва они приехали в Европу, у них был стрик из шести побед подряд против европейских команд. Это исключая еще три победы на своем континенте. В какой-то момент они перестали эту карту играть, но факт остается фактом. Чувствуют они себя здесь хорошо. Правда, не в этом пистолетном. Здесь они уже лишаются игрока, заезжают на B. GKS видит за тройкой. Минус два от арта. GKS неплохо влепил, но момент для Фурии все равно 2 в 2. Да, очень важный килл от GKS, потому что 2 в 2 все-таки намного проще будет для комплексити, чем без этого килла было бы разыграть Rush с Блеймом. Rush уже 2 килла сделал на банане. И бомба находится в планете. Должна быть по этому поводу Инфа. Пытаются действовать, ожидают игрока с КТ. Ой, флешечка. Нет, не будут кидать, понимают, что это фейк. В общем, все сейчас от Дуэди зависит. И Rush, кажется, таки достал флешку в этот момент. Его пикнул Винни, и теперь уже Блейм 1-2. Да, Винни сделал вид, что ушел. На самом деле остается. Там же перекрестные позиции создаются своим тиммейтом. И, по идее, для Блейма это должно быть без шансов. Не представляю, как можно этот момент обрулить. Выезжает Винни, Блейм. Не, ну попытка была. То есть перевестись на одного, потом на второго. То есть какие-то просветы вроде бы были. Но нет, Фурия все-таки этот пистолет не забирают. Еще раз отметим, начиная в меньшинстве. Так вот, продолжу немного мусолить эту тему Инферно от Фурии. За эти шесть Инферно, которые Фурия сыграли по старту приезда в Европу, никто из европейцев не мог брать против них больше девяти раундов. OG проиграли 9-16. До этого G2 дважды отъезжали 5-16. 8-16. Еще такая команда существовала в тот момент, кстати говоря. 6-16 проигрывали. Ну и Liquid, Virtus.pro тоже отъезжали на Blast. Правда, после этого дважды Фурия проиграла Na'Vi. И после этого, не знаю, потеряла, наверное, уверенность на этой карте. Чаще стали пикать Мираж. Коэффициенты от сайта GGB. 2-19 на победу Коллов. 1-63 на Фурию. У Complexity ведь некоторое время назад Инферно был перманентным баном. Они его не играли. Да, Complexity где-то то ли летом, то ли около того. Хотя они тогда и оверпасс, кажется, добавили. У них постоянно меняется маппул. И потенциально они, кажется, даже все 7 карт могут играть. И Инферно в определенный момент у них стало вполне себе ходовой. Уверенно себя чувствуют на этой карте. Последние результаты у них не лучшие. Там 3 поражения. В том числе наша Live Studio упоминала поражения на допах Astralis. Но в целом это вполне окей карта для них должна быть. И вот интересная статистика, которую ты сказал про Инферно Фурии. Но все-таки это было давненько. Сейчас не настолько прям грозной командой они являются. Сейчас остальные все под них постепенно, как бы, больше стали быть готовы. Проще контрить какие-то агрессии. Но anyway, хорошая карта для Фурии однозначно. Не зря они ее пикают. Тем временем начинается заход на B. Здесь плейм рывается с хрупы, делает килл. И живет еще немного GKS. Не, ну его же слышали. Вы поняли, где... Так он интересно понял. Решил смачком потушить молек. Видимо забайтить, что он там находится. Чтобы давили тройку, а он из этого вот убивал. Но, в общем, сделал один килл. Уже неплохо. Теперь 3 в 3. И что очень круто, у Complexity есть 2 хе-шки. Если они их реализуют вот куда-то, за тройку, наверное, будут кидать. Могут сделать килл. Не, ну все, конфиг потратил уже. Да, да, на банан. Ну, Джуниора можно, в принципе, пробросить. Ну, давайте смотреть. Хороший угол от Винни. Хотя он его не реализует. И начинаются проблемки серьезные у Фурии. Хотя отсутствуют киты. Минус от Юрии. Дальше подключается красный Джуниор. Один в один для конфига. Он понимает время. Его главный враг. По-моему, времени ему уже, наверное, не хватит. Открывается Юрий. При этом на уверенности. Не позволил конфигу отработать на инициативе. Счет становится 2-0 в пользу бразильской команды. Прикиньте на секунду, если сейчас Фурия 2-0 выиграет. Наши аналитики такие, ну ладно. 2-0 пока что. Мы видели в начале первой карты, что Complexity это фавориты. Но не так прям, по крайней мере, по-моему, мне не настолько однозначно каких-то Федя вообще зарывал там без шансов. В общем, ну сейчас посмотрим. Может быть вполне 2-0. А, кстати, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали на Мираже, но так и недообсудили. Потому что там очень быстрая карта была. Так, ладно, об этом чуть позже. Потому что Эко еще пытается выиграть Complexity. Да, делают какие-то размены. 3 в 3 остаются. Ну, в общем. Ты когда говорил про Blame, что кто-то говорит, мол, вот он все под себя подстраивает. Мне, знаешь, очень интересно, а может кто-то вообще это повторить? Вот взять вот так вот подстраивать под себя всю команду и настреливать так много, выигрывать так много клатчей, делать вот столько импакта. Просто дело в том, что он действительно, ну, очень хорошо под себя все подстраивает. Где-то там тиммейта могут жертвовать собой для него там, вот что-то такое. Но все равно, как при этом всем он исполняет. Мне кажется, это очень круто. И тут вообще сложно как-то спорить с тем, что он, ну, очень игрок высочайшего уровня. Да, да, я полностью с этим согласен. Это же подтверждает его рейтинг. Друзья, в данный момент он составляет 1.22. И это наивысший показатель на сервере, например, вот в текущем. Вообще 1.22 очень хороший рейтинг для капитана. Может быть даже высший. Ну, если среди капитанов брать. Так, сразу в голову никто и не приходит. То есть какой кап отыгрывает выше 1.2? Никто? Не, не приходит, да. Да, скорее всего. Может быть Джейм, слушай. Джейм? Я не уверен, но он был. Так, ну тут тем временем вообще Винни находит энтрис ковров. Раша разменивает конфиг и убивает еще и второго фулл-флаше. Пользон с авиком и 3 в 2 остаются в комплексите. Так, выходит Юрий из ковров. Так или иначе точка пока что свободна, но бомба ставится за дефолтом. Арт тоже выходит из ковров, будет занимать пески. Ну и выбивание. На которой, кстати, остается только флешка и дым. Но очень сильно может помочь тот факт, что Юрий красный. Хотя занимает неплохую позицию. Он у нас на лестнице Грейвьярда. Киты у Джейкэса также присутствуют. Юрий, на самом деле, если даст один фраг, уже хорошо. Он может сейчас убрать и две спины, Юрий! Но, правда, тиммейт его погибает, не сделав ничего. Джейкэс имеет, конечно, преимущество в этой ситуации однозначно. Киты, как я и подметил, у него есть. Хотя момент все равно очень нервный. Ведь по старту сколько комплекций? Три фрага, по-моему, дали. Ну, два точно было. Ну, там сразу же конфиг умер. Потом Раш с Пойзаном сделали три фрага на двоих. Их разменяли. Ну, в общем, был ретейк 3 в 2. Не так легко обычно делать такие ретейки. У атаки при удержании бомбы А в целом хорошие шансы удержать 2 в 3. Но вот Юрий был красный. И у них сетап такой получился. Немножко странный с Артом. Потому что, ну, весь расчет на то, что Арт будет делать килл сразу же первый. Если он делает, то сложно. В общем, может быть, могли как-то поярче, знаешь, занять. Но не сложилось. Ну, все равно, Юрий на 10 хп 2 килла дал. Нет, к нему вообще вопрос. Да, это, ну, тут вопросов нет и каешке, которая сейчас была отброшена на яму. Стартовый урон. Минус 28, минус 24 хп. Разбрасываются ближние позиции на дуге. Выжигается позиция за бумачем. Ближняя стенка. Три игрока комплексти, кстати, сейчас на бе находятся. Но вот станут не развивать фури до конца. Атаку тоже большой вопрос. Открывается блэйм. Идет на выбивание дуги, которую фури изначально заняли. Но здесь никого не заметил. Еще одна хаешка. То есть игроки сейчас не видели друг друга. Но посмотрите на хелсбары. Помимо хелсбаров, фурия бананта особо и не заняла. Потому что они откинули вот эти молики. Но не заняли пятак только сейчас. У них это получается. Познан вообще откидывает молики. Но у фурии все очень таксито на самом деле. Касательно их мап-контрола и хп. У них и гранат не сверх много осталось. Так, а что тут у блэйма? Не, ну у блэйма с пойзаном тоже гранат особо нет. Кстати, ретейк Б будет сложно делать, если что. Тут надо давать пытаться киллы. Комплексити. А фурия решает вообще под смок под первый играть. Без мака в хелпу и без мака 90. Это интересное решение. Ой, не проверил подсадку. При этом открылся под поясом на позиции. Дальше вырубают блэйма. Поясом не позволяют нажать на кнопку. А все получилось по итогу у фурии? Как четко они сыграли под этот дым на сайт. И теперь оставшиеся игроки колов даже никуда не пойдут. Денег у них и так по нулям. Тот арсенал, который есть жизненно необходим к следующему раунду. 4-1. И фурия пока железно удерживает пальму первенства. При этом даже несмотря на все стартовые проблемы. Мы помним сколько урона фурия получили от гранат. Они потеряли только одного Винни. Который просто сыграл на инфу. И этой инфой оставшиеся игроки бразильской команды воспользовались. Знаешь, мне кажется, вот этот смок под первый. Это настолько идеальное решение именно против этого сетапа комплексити оказалось. Потому что они отрезали авик, который был с плентану. То есть ему пришлось там открываться. Он сделал это сфотил. Но более-менее они как-то изолировали друг от друга игроков. То есть если бы они делали дефолтный заход под смок хилху. Мне кажется, у них шансов вообще не было бы здесь зайти. Но право фурия. Хорошее решение. При этом я заметил, это вообще такая бразильская фишка. Мибор, например, в своем составе тоже частенько использует этот дым. Там пытаются вливаться в КТ. Ну, в общем, и фурия на своих прошлых инферно. Это нам также демонстрирует Юри. Статистика 7 к 1. И это тоже впечатляюще. Сейчас комплексити будут отыгрывать эко. В том плане, что они не тратят экономику. Но, конечно, и Фамос, Юмп, тем более Кольт могут спасти положение. Другое дело, что если фурия выиграет раунд, особо никого не потеряет, то и в экономическом плане они выйдут далеко вперед. Конфиг идет на проверку второго центра. Получилось здесь молотов. И занимает ближнюю позицию на коврах с ЮМП. Неужели пойдет дальше? Он идет душить. Не факт, что его будут ожидать вообще в этой позиции. А хорошая это позиция, если вдруг на конфига будет открываться. Юрий вообще смотрит на выход из ковров. Возможно, не подозревая, что соперник уже прошел. Да, но, видимо, уже все. Зашли на А, и конфиг тут никого и не подлавит. Потому что ковры-то они явно будут ожидать. В спину сейчас... Подожди, вообще джуниор сам с бомбой в бойлер зашел, а в коврах больше нет у него никого. Вот это он опасный. Да, его почти подлавливает конфиг. Мне кажется, была возможность здесь такая небольшая отдать эту бомбу, и возникли бы проблемы у Фурии. Но этого не произошло. И такие зашли на плент, в принципе, вообще без потерь. И пока 5-1, 8 на 3. У нас идет арт. В этом раунде он сделал два убийства. Ну и, наверное, как вот на Мираже, так и сейчас здесь может быть карта простораны. Мало ли, что там в диффенсии у Фурии. И мне даже стало интересно посмотреть за балансом сторон, которые вырисовываются у ребят. Кстати, сегодня нас ожидает еще один матч, друзья. В 9 вечера будет битва G2 и Virtus.pro. Virtus.pro неплохую игру показывает, но явно не в своих лучших кондициях. В то время как G2 наиграли сумасшедшее количество матчей в последнее время. И, по-моему, ощущают себя все лучше и лучше. Так что обязательно... Ну как, не обязательно, но если вы хотите, идите, конечно, посмотреть. Кто вас не обязывает, что там по балансу сторон у Фурии, я сейчас посмотрю. Ну и, кстати, если брать выборку за 12 месяцев, даже немного больше доминирует Т-сайт. 52 на 48 процентов. Ну 12 месяцев это... Это большое. Много Америки там было, по идее, да? Да, хорошо. Ну давай возьмем за последние три. Ну за последние три, да, 53,5 процента за защиту. Ну а выборка, опять же, 4 карты, то есть... Ну такое, да. Не особо показательно. Пока что мы видели один полноценный... Подожди, один или сколько? Полноценный бай. От комплексити? Ну вообще, да. Ну вот сейчас второй. Ну да, вот. И в этом байе у них все хорошо было. То есть они много дэмэджа нанесли, долго банан держали. Вот тут, кстати, Арт делает свою типичную тему. По идее, его должны ожидать. Он делает килл почти второй. Дальше... Вау. А он все равно килл дает. И оставляет Джейк Эсу 7 хп. Только хотел сказать, типа Арт, куда ты понесся, тебя же там сожрут. Но, в принципе, со своей частью задачи справляется. При этом посмотрите, как действует Фурия. Они выходят в точку А только на одного опорника. Правда, как-то так безответственно подошли к проверке позиции. Но конфига все равно вырубили 3 в 2. Теперь уже после того, как Серата сыграл против длины. Отъезжает здесь пояс. Он супертемповые раунды Фурия. Такое свежее, очень инферно показывают. В своем привычном надо отметить стиле. Один Арт наводит суету под бетом. И так было 3 опорника. Еще одного потеряли. А Фурия в мгновении ОК уже оказывается на противоположной базе. Да, это максимально типично для Арта. У них в основном так игра и строилась. То, что Арт идет где-то собирать инфу. И в зависимости от того, что он говорит, остальные должны очень быстро реагировать. Как раз об этом говорил Джуниор. Что ему пока сложновато бывает так быстро, оптимально реагировать на действия. На действия Арта. И здесь как раз ты подметил, что не сильно аккуратно как-то чекают. Но это издержки этого стиля. И так будет происходить постоянно. Потому что в чем суть? Арт выходит, убивает игрока на Б. И даже, кстати, если он здесь не убил бы, вот это в тему простоту и то, чего она не показывает. Арт здесь мог умереть. Увидеть это количество игроков. Его тиммейты пошли заходить бы на А. И вообще не важно, убил он там, не убил. То есть важно то, что он сделал мув, дал инфу. Его тиммейты понимают, как под эту инфу действовать. И они выходят резко вдвоем на А. Им не надо никакие там сверхгранаты кидать. Ничего сверхмедленно зачищать. Им надо просто вразмен быстро пойти, найти игрока и убить его. Они именно это сделали. Хоть там был кто-то, Джек Эсп или кто-то там. Кто-то, в общем, был в пленте. Он сделал один килл. Конфиг. Конфиг, да. Он сделал один килл, но уже его давят, скажем, дальше пушат. У него хелпы нет. В общем, очень такой типичный раунд от команды Фуриан. Да, при этом нам сейчас показали статистику по прошлому раунду от Арта. Он дал один минус, но урона внес 250. Как вам такой поворот, друзья? То есть, по сути, полумертвыми были еще два его соперника. Он как-то очень много там настрелял. То есть ему дали пробежаться. Причем странно, что они контролят это комплексити, потому что ну, Арт любит этим заниматься. Ну, камон, вы играете против Фурии. А как именно им нужно было это контролить? Ну, там, либо оставить игрока контролить вот этот смок. И чтобы, ну, если его отфлэшат, он убежит и будет хотя бы инфа, да? А тут, получается, они, ну, какой-то мискоммуникейшн. То есть они, понимаешь, он же первого словил, они не контролили его. То есть он просто вышел, о, типа, привет, давай я тебя убью. Я бы в него-то два игрока смотрел, а просто как-то он жестко влепил. Ну, не знаю, надо пересмотреть. Мне кажется, могли комплексити, вообще должны комплексити здесь на всех точках, а в особенности на банане, играть сверх, как-то, знаешь, сверхбережно. То есть постоянно ожидая, что сейчас в смок он запушит, и что-то такого не происходило. Ну, чертов Арт продолжает, конечно, нас веселить. Здесь Пойсон, он под козырьком и, наверное, будет обречен. Ну, ладно, не было шансов. А вот прикрытие. Вот оно, прикрытие, друзья! Отваливаются опорники на дочке. Венисиус выходит и хоронит, в общем, конфига, его тиммейта. Вот оно и прикрытие, Дмитрий. Это странно, очень-очень странно. Потому что обычно, когда Авик играет так на двадцатке, ну, Арт вообще веселится, улыбается во все зубы. Хорошее настроение у Фурия. Ведут на второй карте уже 7-1. В общем, когда вот так Авик играет на двадцати, с ним должен быть, ну, не обязательно в упоре. Вот есть опорник ковров. Вот он в песках обычно. Иногда он за сеном играет. И он должен помогать, если Авик этого пушит. А получается, Позин сделал килл, и у него слева под козырьком был еще игрок. И просто странно, что вот это был конфиг, по идее, в больших, что он как-то, у него не получилось сделать килл по тому игроку. Он как-то даже не стрелял, по-моему, по нему не совсем. Понятно, что он делал. В общем, странно. Мне захотелось бы пересмотреть, вот чем вообще занимался конфиг в этой ситуации. Потому что после этого он вообще открылся налево и умер от ковров. Ну да, ну может, у него ковры и паранойили? Может такой момент быть? Ну, как бы... Ну... Он очень может просто открыться справа, понимаешь? И его с ковров не особо будет видно, по идее. Или откинуть что-то ковры и тогда помогать. Ну просто обычно, вот из того, как я наблюдал у команд, и мы так тоже это обсуждали, что если у тебя Авик играет в упоре, то у него кто-то, ну, на двадцати. И то игрок с ковров, он ему там... Он на размене, грубо говоря, выступает. Он может и на балконе быть, например, сделать стрейф, право помочь. Вот. То есть... Как-то так. Ну, потому что, получается, я понимаю, что может быть паранойя за ковры, но надо... Дам прикрытия здесь и правда не хватило. Напомним, уважаемые зрители, что смотрим мы сейчас матч на вылет. И сейчас комплексити близки к нему как никогда. Проигрывая на второй карте со счетом 1-7, победитель же встретится с Виталити завтра в 14.30 в финале нижней сетки. Ну и также еще раз напомню, в 21.00 сегодня у нас будет финал уже сетки верхней. Virtus.pro и G2. Приходите посмотреть. Вторая пауза только что закончилась от команды комплексити. Возможно, они будут больше борьбы на банане навязывать. Джуниора уже штрафуют у него минус 44. Эта хаешка в яму залетела от сребер. Постоянно прокидывает за комплексити. Фиксерата врывается за стенку. И будут открываться вместе ДжК с Блеймом. Красиво, красиво разыграно Фури. Ничего не скажешь. То есть, Ксерата сразу собрал инфу. Видел соперника за цементом. Артем, в общем-то, помог. Юрий выныривает из каналки. Второго здесь явно раш не мог никак ожидать. Что вдвоем вообще в каналке делать бразильцам? Что? Как это возможно? Я пока пытаюсь понять, как это возможно. То, что так легко Фурия... Ну, что сделала Фурия? Она просто подошла под стеночку. Полетела одна флешка. Два игрока открылись. Законтролили просто цемент и угол. И все. Вот как-то, опять-таки, очень просто, что ли, для Фурия. Я не знаю. А Блейм, получается, Блейм же был с ДжКСом. Он открылся, его просто контролили, когда он пытался помогать ДжКСу. Обычно, знаешь, вот сейчас чаще, мне кажется, играют, когда один игрок на цементе, и ему второй халпает с гранатами какими-то. Там флешки накидывает, там молики, еще что-то. А если уже смог заканчивается, то игрок вообще уходит. Здесь в комплекте попытались играть очень агрессивный сетап. Потому что, ну, там вдвоем находиться, вас убивают, все. Раунд как бы проигран. И Фурия этим пользуется. И пока что, на самом деле, вот на Мираже у меня было ощущение, что... А, ну да, они тут вообще за смоком пойдут, правильно? Да, в смок пошли. В общем, по Миражу у меня было ощущение, что Фурия не совсем закономерно выигрывала эту первую половину. Сейчас они ведут 8-1, но у меня вопросов нет. Молодцы, Фурия. Я очень надеюсь, что Фурия почаще будет пикать карту Инферно. Хорошо она у них получается. Мне кажется, она так постабильнее, может быть, нежели Мираж. И для многих других команд эта карта не очень хорошо подходит. А теперь стак 4b вообще от комплексити. Ну вот в этот раз справиться-то должны. Залетают две хаешки под ближнюю стенку. Ну, у Джей КСа при отсутствии армора минус 45. Это несущественно. Блейм под перегородкой. У него за спиной еще два тиммейта. И четвертый вообще находится на позиции b. А Поисон в одиночестве отыгрывает против базы a. При этом Фурия известно, что авик с прошлого раунда сохранялся. Так что отрабатывают осторожно против всех позиций, которых потенциально снайпер мог бы быть. Сейчас, кстати, есть возможность на банане подловить потенциально. Может такое произойти. Так, да, разменивают такие арты. Делают еще килл ДжКС. И тут остается ксератус бомба. Если его сейчас убить, то все. Вот была эта возможность воспользоваться и комплексить. Решают-таки отдать бомбу. Хотя у них есть инфа, что один под ребрами. Так, в общем... Кстати, не особо очевидно. Как красиво они... Они понимают, что если бомба будет подобрана, скорее всего, она занесется на... С точки зрения Фурии, наверное, невозможно предположить, что b сейчас пусто. И поэтому комплексити в такой вот улынчик пошли. Сейчас конфиг, правда, возвращается. Но они не могут предположить, что b пусто, но и a не пусто. То есть, что им как бы сюда идти, знаешь, не совсем понятно. Ну, потому что последняя инфа 2 на банане. Наверное, как-то так. То есть, если бомба одан, то, скорее всего, в точке b будет двое. Но как раз сюда Фурия, кстати, и направляются. Они, правда, являются заложниками времени. Здесь 16-15 секунд. И конфиг как раз этим может воспользоваться. Нет молотого, чтобы пробросить тройку. 12-11. Кристиан и Нески понимают. Сейчас его звездный час. Ставится бомба. Вырубается Винни. И Юрий... Ну, времени уже ему не хватит так или иначе. 2-8. Неочевидно, раунд выигрывают комплекс с пистолетами на руках. Но они все-таки его выигрывают. Ну, вот здесь хорошее решение от них было. Такой подстак на банане. Я вот еще до этих фрагов уже видел, как это все может происходить. И мне это нравится больше, чем то, как они вдвоем там стояли. Плеим с GKS. Здесь, конечно, еще очень порешало, что GKS хороший такой ваншот. Дал по джуниору. А может, кстати, они и не увидели. Не, они видели бомбу. Специально решили ее отдать. В общем, комплексы молодцы. И хочется сейчас посмотреть на их подстройку на банане. Как они будут справляться с этой агрессией от Фурии. Но, может быть, не в этом раунде. Потому что Фурия вообще туда не идет. Один к Серату накидывает смог. Видимо, хочет пофейкать. Пока остальные будут, может быть, резко выходить на мидл. Ну, пока инфа по банану собрана. Там же у нас остается GKS. А двойка игроков комплексы, изначально отыгрывавших на P, смещаются в противоположном направлении. Здесь контрпик от Пойсона, который и до этого получал уроны на пике повторном. Его также получил. Но все-таки дал килл. Минус 44 у Ксерата. И пока уже с трудностями сталкиваются Фурия в этом раунде. Ну, вот едва ли они замедлили темп, как комплексы стало явно попроще. Ну, они пытались нагло ребра играть. Но после вот этого килла, после того, как умер Юрий от авика, дальше они уже не наглели. И, кстати, касательно подстройки комплексы на банане, мы все-таки ее увидели. Потому что ты обращал внимание, GKS очень быстро занял весь банан, контролировал всю территорию. И только после этого уже ушел. Это уже интересно. Здесь остается он, правда, один. На него будет идти заход. И будет он играть на киллы. Бежит раш, у него будет флешка. Может быть, это очень поможет GKS. Но вообще у него 4 хп, сожгли все, что можно, кажется, Фурия. И для них пустой бэплэн остается. Впродукт очень мало хп для удержания. Так, ну вот попадет ли по кому-то облейм этими прострелами? Пока что нет. На выбивание у комплексити есть 3 флешки. Обратите внимание, деньги есть только у Пойсона. В пуш пошел арт на церковь. Это, возможно, было лишним. И теперь у комплексити отличные возможности и шансы. Винни получает флешку. Ничего поделать он не сумел. У Джуниара 100 хп. Так что, ну, наверное, раунд будет в первую очередь на его руках. На его плечах. Нет, тяжелый спрей после первого фрага. И третий забирают комплексити. Что ж, сейчас им придется... Точнее, им не придется комбатчить с такого невзрачного счета, как был на первой карте. То есть 3-12. Здесь вполне можно доиграться 7-8, 6-9. И, в принципе, если ты проигрываешь 1-8, то это тебя устраивает. Ну да, вот здесь, кстати, хорошо бы понять, как так к GKS сложно было. Потому что, если бы не столько много хп по дороге потеряли и Фурия, может быть, этот ретейк и не получился бы. У комплексити GKS очень легко забрали на опорнике B. Где-то у него не было смачка, чтобы потушиться. А Фурия молодцы, что столько моликов потратили на заход на B. Довели раунд до вполне такого, которого можно было брать. Да, ну и GKS молодец. То есть он пусть не сделал фраг, но дал молотов, который Фурия не тушили, разбрасывав свои гранаты. И вот эти дополнительные 6 секунд, мне кажется, все-таки помогли комплексити. Но, хотя, да, непонятно, почему GKS просто так открывался на отца. Ну, наверное, подумал, что если 1 килл от меня будет, уже хорошо. Ну, что он видел, он горел просто. То есть у него он открывался уже с 12 хп. Он был изначально сотый, и у него не было смока, чтобы потушиться. Они, кажется, Фурия вообще вкинула просто 3 молика. Они кинули и тройку, и темный, и еще и вот на второй. Вот это там, где горишь ты, и если под первым стоишь, и под вторым. В общем, GKS было очень сладко. Тем временем, коэффициенты GGB. На вторую карту у нас 1.22 на Фурии, 4.11 на комплексе. Слушай, а кажется, после первой половины там как-то на комплексе даже поменьше было на Мирожане. После первой половины? Нет, но там, когда они уже возвращались, то есть где-то на 6.12. Ну, в общем, может быть. Там на Фурии 1.2 тоже был. Ну, сейчас плюс-минус все одинаково. Вот сейчас более привычно пытаются играть комплексити с бананом. Блейм будет рваться просто под одну флешку GKS, а скорее всего сам он себе что-то еще и накинет. Нет, просто под эту флешку. Но флешка неудачная, откровенно. Джуниор в Блайнде не был, все, что ему нужно было нажать на курок и 5.4 преимущества. Вынужден с точки А сейчас отходить пояс, но у него авик, а Винни вместе с тиммейтом уже промутился на длину. И у нас вырисовывается сплит-атака на базу B. 53 секунды до конца, снова коронный смачок на B1, ну, Винни, который двигается. Скорее всего, комплексити есть понимание, что скотай к ним придут. Но вот что с этим делать, вопрос более интересный. Ну, когда сейчас на 40 секунде игрок уже будет в руину заходить, это, мне кажется, очень сложно ожидать. И Фурия круто разыгрывает этот раунд. По идее, не должно быть здесь сейчас проблем у них с тем, чтобы закрыть его. Да, вообще никто их не смотрит. Ну, может, конечно, Позина не ожидают, но нет, все тут ожидают вообще без проблем. И вот Фурия очень круто разыгрывает такие раунды. То есть хочется их похвалить, потому что они опять действуют по инфе четко. Ну, за счет того, что у них получается сделать entry kill. Потому что Рома Вульф в аналитике говорил о том, что 5 в 5, может быть, Фурия где-то им что-то не хватает. Таких четких, каких-то слаженных действий, тимплея. Но когда происходят какие-то размены, они очень круто начинают действовать, подстраиваться под ситуацию. По крайней мере, на Inferno здесь у них это получается хорошо. Потому что как два игрока оказались в КТ? Они что-то не просто так пошли. Вот для зрителей хочется пояснить. Умер Blame на B. После этого игроки, оставаясь там за атаку под B, могут еще как-то напрягать. И игрок с 15 дергается в КТ. То есть он идет хелпать. На этом моменте возникает свободная зона на 15. И тут сразу же два игрока Фурии идут в эту зону. Притом даже не один игрок идет, а двое. И там если вдруг остался кто-то, ну там какой-то намалый придет игрок с КТ, законтролить эту зону, они могут его разменять. То есть они пользуются сразу же этой щелью, и в итоге оказываются в КТ, и в итоге просто за счет четкого понимания ситуации сплитят B-базу очень уверенно, без какой-то там, без заготовленного раунда, но вот что-то отталкиваясь от инфы в раунде. И с одной стороны, если смотреть на статистику у Фурии, всего 4 инферно за 3 месяца, это явно немного, но есть у них паттерны действий, есть отличное понимание. Кстати, тоже из интересного, с прошлого раунда АМК остался, а не калаш. Ну и пока здесь более интересные вещи происходят в GKS. Его просто раздербанили на банане. Дальше, прыг номер 2, килл от Блейма, видит вторую спину, и вот это за ясно от капитана, ждет по третьему, не хватает, по-моему, или патронов, или просто решил не рисковать так или иначе у Джуниора 29, и выезд на банан оказался успешным. GKS оказался разменной монетой, это 4 в 3 в пользу комплексити. Ну и вот то же самое Винни сейчас понимает, что 15 должно быть чисто, тут правда Джуниор как-то подставлялся, ну не самая очевидная позиция у Позина, конечно, была с авиком. И вот здесь Винни, если бы пошел на малый, еще мог бы... Хотя он, наверное, пытался искать перетяжку с КТ, чтобы сделать килл, оставить одного на Б, могли туда развернуться. В общем, хорошо чувствует свою позицию Винни, мне кажется. Но его тиммейты уже умерли, и Гриду не особо дотащишь. Четвертый раунд для комплексити. Хотя, несмотря на то, что, казалось бы, GKS очень так умер на банане, и после этого непонятно, что дальше делать. Но Блейм пошел через этот смог под флешку, сделал он 2 килла. Ну, нечасто такое увидишь. Мне кажется, это вообще уже на отца так было, знаешь. Типа, ну пойду сейчас раздам. Но Блейм может себе позволить чувствовать себя отцом, и правда, наколотив 40 плюс на первой карте, сейчас нет у него и тени сомнений в своих действиях. Правда, только после этого трипл-кила в раунде он вышел на нулевой КД. Два раунда, до конца половины остается. Ну и, конечно, очень кстати, что у Фурии хватит денег, как, в общем-то, и комплексити. Теперь очень неудачный выезд от Ксерата. Размен, как мы видим, в плюс для комплексити. Идет Пойсон, ловит центр карты, забирая здесь Винни. Бомбардировка. Банана осуществляется благодаря, ну очень качественным хаешкам, Джей КС, крайне просто забрал у Джуниора и Арта. А вот и пятый раун. И, в общем, 8-1 в Виллифурия. И теперь мы видим, ну не знаю, 5-10-6-9. Это, это, наверное, характерно для Инферно, да, такая карта камбэков. Ну, как бы то, что происходит в первой половине. Ох, ты взорачиваешься, не, но все-таки он 1 в 3 красный. Сложно сказать, так, он уже, подожди, 1 в 2. Но нет, выбирает вот такие Пойсон. В общем, тут просто молодцы комплекси, то, что четко вот этот банан начали выигрывать, потому что сейчас мы смотрим второй раунд подряд. Они идут, там, агрессивничают, пытаются навязывать борьбу в Фурии. И выигрывая этот банан, конечно же, выигрывают и раунды. Тут, ну, скажем, просто где-то не получись у Пойзона, точнее, у Блейма в прошлом раунде выйти вот так вот смог делать киллы, был бы раунд, скорее всего, за Фурией. Вот, то есть, все очень на тоненьком, знаешь, сложно сказать, что это вот именно из-за Инферно, вот такая специфика сторон, знаешь, они сейчас как-то сравнивают, просто вот так как-то складываются события, мне кажется. Ну, и после паузы Фурия сейчас покажет нам раунд, чтобы выиграть 10-5 с двукратным перевесом. Иначе 9-6 это такое очень шаткое преимущество, шаткий перевес, кто-то там ходит на фоне, Арт, самый возрастной игрок команды, 25 лет ему, ну и, не знаю, согласен ты с тем, что Арт гений? Можно сказать, вот такой ярлык на него навесить? Я просто от многих, ну, зрителей слышу такое мнение. Мне кажется, зависит от того, как дальше будет развиваться команда Фурии. Так, ну, здесь GKS продолжает очень агрессивно на Банане играть, делает вообще два килла, делает Фурию, мне кажется, можно сказать. И две хаешки смотри под Ксерата. И дальше GKS спокойно уходит. Получили комплексти преимущества, все идет к счету все-таки 9-6, да, в пользу бразильцам, но довольно шат. Flame дает килл, подставляется GKS, я не знаю, что залетело у Ксерата, но это было дико. Ну, а теперь 2 в 3 можно тащить, правда, Ксерата красный. Стреляй, поясок! Че же не стрельнул. Ну, в итоге идет раш с КТ, точнее, с Банана, два игрока идут с Банана, есть инфа у Фурии по Поизону, Ксерата открывается. Ай, красиво сейчас отыграет Ксерата, встанет за лавку и вполне возможно заберет Поизона, тот прыгает, скачет, Ксерата думает, как бы ему лучше сыграть, Поизон готовит флешку для своих тиммейтов и в это мгновение Ксерата вырубает его. Что же дальше? Дальше авик для Ксерата, как для красного игрока, это очень важно. Правда, на позицию КТ залетает дым, но Юрий дает свой килл. Дальше преватраж, нет, это все-таки 10-5 в пользу Фурии, что они сейчас выиграли? Ведь казалось, все было под контролем у Комплексити. Да, потом случился Ксерата, который сделал два минуса на банане, но Комплексити почему-то не полностью ушли, я не знаю, они как-то решили там дальше, дальше повоевать на этом банане и снова можно констатировать, что где-то, где-то немного не доигрывают. Раунд должен был уходить им, но не до конца надежно играют. Ну вот здесь, я бы сказал, даже переиграли, да, уже вроде все у вас есть на руках и 5 в 3, просто запритесь в пленты, но они решили делать незаконный, потому что он зажимал по одному, по идее Джекэс должен был разменивать, но ему влетела какая-то шара в голову. Но пакт остается фактом, Плент после этого оказался свободен. Однако не знаю, устраивает ли счет 10-5 Фурию, при том, что они вели 8-1. Ну, знаешь, я бы сейчас после первой половины в целом был бы более-менее доволен на их месте, потому что, конечно, вот опять-таки, в отличие от Миража, они, конечно, чувствуют, что они сейчас действительно полностью доминировали на этой половине, но все могло быть тоже как бы иначе. 10-5, я думаю, все окей. Что будет дальше? Получится ли у Фурии закрыть этот 2-0 или Комплексити будет снова камбэкать, как и на Мираже? Посмотрим через пару минут после небольшой паузы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся мы ко второй половине карты Инферно. Пока что очень сложный матч для Комплексити. Первую карту они проиграли, вторую карту проигрывали с счетом 8-1, дотащили до 5 раундов. Да, молодцы, но все равно много каких-то есть ошибок у этой команды и немного им пока не хватает, чтобы переломить игру команды Фурии. Как тебе вообще кажется, насколько велики шансы сейчас у Комплекси зацепиться за эту вторую карту? Насколько велики? Ну, сейчас они проигрывают 5-10, я бы сказал 25%. Как тебе такой расклад? Вот такие вот шансы я бы им давал примерно. Посмотрим. Фурия очень хорошо выглядит. Реально. Выиграли допы, хотя дали какой-то невменяемый комбэк. Сейчас пистолетки стартуют, фраг дают они. И Джуниор оказывается в нужное время, в нужном месте. И с бойлера просто разваливает Джей Кэс и Рашит уже 2 в 4, конфиг 66%. У Блейма сотка вся четверка игроков Фурии окапывается на А-сайте. Есть уколов. Вариант прямо сейчас развернуться и ливнуть в Б, но они этого не делают. Да, будут пытаться искать дальше килл и пода. Есть инфа по игроку в тюрьме, но мало чего это дает, потому что он будет просто там сидеть, ничего ты с ним не сделаешь. Сейчас, может быть, будет просто тянуть время, немного комплексити, чтобы Фурия начала бояться за Б-базу. И вот Винни идет собирать инфу. Дал как бы возможность сыграть эту дуэль конфигу, потому что когда ты в меньшинстве 2 в 4, ты хочешь найти эти дуэли вот один в один, попытаться кого-то убить и выровнять ситуацию. И обычно 4 в 2 ты хочешь не давать эти дуэли, хочешь играть пассивно. Ну, как-то на инфу, скажем так. Но здесь Винни абсолютно не парится по этому поводу. Идет и ставит уверенно два хэдшота. Тут Ксерата вообще не парится, разобрался с цветочным горшком как настоящий мастер. 11-5 это уже заявочка. Форс в ноль при этом позволит себе комплексити. Обратите внимание, Арт постоянно играет с МП-5. Дмитрий, в чем преимущество этого пистолета-пулемета? Я тоже играю с ним, мне нравится его точность, но иногда урона по армору не хватает. Понять не имею. Я его пару раз брал, как-то не мог понять, в чем фишки. Играл себе дальше со своим МП-9 и не парился. Не знаю, зачем его уберут и некоторые игроки. Вот ты берешь, вот слушай, ну расскажи. Ну да, я беру он очень точно. Можно через пол карты в голову попасть. Особенно вот точность первой пули высока. Нравится скорострельность. Ну, как там, не МП-9, получается либо МП-5, либо МП-7. Ну, да, это у меня уже. Ну, но тебе, я так понимаю, МП-7 больше нравится. Ну, да, как-то, знаешь, подожди, точно МП-7, не МП-9? Ну, МП-9 это за 1250. Ну, да. Ну, а МП-5500 стоит, и МП-7 1500 стоит. А, ну как-то, я не, не МП-7 не беру, я МП-9 просто за 1250 беру и на баях, и вообще чувствую себя очень уверенно, знаешь, мне больше вообще ничего не нужно. Мне кажется, реально можно на баях, если четко подбирать позиции и плейстайл, то с этой пушкой гонять. Вот, но не осуждаю другие тоже, тут кому, кому, чё, как. 5 в 5, 45 секунд до конца раунда. Комплексити наполовину отжали банан, но не полностью, потому что там не зачекали полностью цемент. Вот, Артс Вини здесь собирают полностью инфу, а комплексити уходят под сполит А. Будут играть через 15. Кстати, двоих игроков здесь будут зажимать. Ксератый врывается под флешку, делает килл. Очень хорошо, на самом деле. Вроде бы все было, но нет, после килла его разменяют и остается один Юрий на планете в больших. А вот с МП5 два фрага сейчас дал бы в этой ситуации. Ух, килл от джуниора незаконный, но Узум в голову залетает. Ставится, конечно, бомба от комплексити. Они частично окупают тот форс, который сейчас нам показали, но блейма в песке так и не подпустили. Таким образом, спасли своего тиммейта и теперь Раша разорвали на сайте. 12-5 становится счет. А вы, уважаемые зрители, какой пистолет-пулемет предпочитаете, пишите, в чатике будем очень заинтригованы. Ты говоришь, минус 2 дал, а он с Фамасом был вообще? И с чем он там стрелял? Не-не-не, он был с МП9, дал фраг, ну, а я так вбросил, что типа, если был МП5, то, наверное, 2 кило сделал. Мне просто показалось, что он с Фамаса был, потому что у нас вообще Фамас мы не уважали обычно, как раз лучше фармилки брали уже на баях, чем этот Фамас, но тоже тут дело на любителя. 12-й раунд для Фурии. Тут в чате вообще любители экзотики по 90. Серьезные ребята у нас в чате собрались. Во втором раунде так не часто купишь по 90, чтобы еще гранатки были. Вообще, да. Насколько он получается? На 300 баксов дороже, чем Фамас. Ладно, у нас здесь все-таки экономический раунд. Арт продолжает фармить деньги, заработал дополнительные 600 долларов своим килом, отгоняют конфига. Здесь же выпадает Винни, в общем, такой, без вариантов раунд в исполнении команды Фурия. Супер уверенный в себе Винни, 17 на 9 его статистика, 15 к 5 при этом идет Юри, 16 на 9 Арт. Именно эти три игрока и в первой, и сейчас в части второй половины выполняют основную работу. Джуниора мы особенно не видели, но я думаю, что он полностью удовлетворил своих тиммейтов на первой карте. Много пользы он там приносил за своим АВП. Да, и за атаку на Инферно обычно снайперам сложно как-то реализовываться, и Джуниор, собственно, тоже, да, не получилось у него особо хорошо. Есть вариант за защиту набивать фрагов, но если тиммейты сейчас соберутся и быстро закроют эту карту в Фурии, то как-то не получится. Джуниора. Может попросят их, знаешь, подождите, дайте им несколько раундов, я хочу, типа тут, ну, стату нормальную. Да, конечно, конечно, дадут несколько раундов, потом отойдут Инферно. Так оно и бывает. С такими ребятами, как комплекция, расслабляться нельзя ни на секунду. Фурия уже долгое время, где-то полгода находится у нас в Европе, и с этого момента нужно отметить, они проделали хорошую работу, по-прежнему находятся в топе, при этом довольно высоко, стабильно сидят в десятке и в состоянии навязывать борьбу практически любой команде. Кстати, касательно Арта, тогда я не закончил мысль, мне кажется, его можно было бы назвать полноценным гением, если Фурия будет дальше развиваться и претендовать уже, становиться такой полноценной топовой командой, потому что пока кажется у них интересный плейстайл, но до сих пор они полностью не могут его как-то засинхронить с другими действиями. Вот не всегда они настолько там пассивно играют, когда это нужно. Вот есть явно еще чему, скажем, где развиваться, а Арт, он как ингейм-лидер все-таки очень много здесь зависит от него. И, скажем, задатки гения у него есть, мне кажется, точно. Так, но сейчас не справляется Винни, не справляется Ксерата, перекрестные позиции на ребрах не сработали, открываются под Джуниора как-то без гранаты или она не залетела. И шансы у Фури все равно хорошие. Здесь нужно отметить, хотя сейчас все три игрока бразильской команды находятся на точке А, должен в Б нестись Арт со всех ног и, по-моему, он даже успеет занять позицию раньше, чем комплексити выйдет на точку или нет. Вот так, вот один в один где-то получается и Арт добивает Раша, падает бомба. Какой идеальный момент от Кэпа? Ну, не гений ли? Не, ну, слушай, у тебя перед смоком выпрыгивает чувак. То есть, что вообще, почему раш так быстро? Немного, мне кажется, тот же Раш. Он же Рашил, да. Рашил в точку. Ну, вот, 2 в 3 остаются ДжКС с Блеймом. У ДжКСа есть две флешечки, он на банане и, в принципе, он может Блейм, вот, да, Блейм может играть под эти флешки. Одну, под одну сыграл, сказал, что это чисто. Теперь вторая на 90, но никого не находит. Да, Молотов на секретку. Теперь об этой позиции можно не париться. Минус, ну, только один от ДжКСа. Хватает времени на обезвреживание бомбы. Это 14-й для Фурии. Но радует, что комплексити имели хотя бы бомбу в этом раунде, так что теперь они не являются заложниками экономики. Кулачки от Гуэри, тренера команды, недавно разбаненного, полетели. Также, кстати, если вдруг кто-то пропустил анонс, 1 мая старина Хунден возвращается на тренерский пост. Героик. Мы его вчера видели уже, кстати в этом. По-моему, он вчера вернулся. Вчера мы его точно видели. Я видел его лицо. На камерах, да. И вчера я помню от него стейтмент. То, что все, возвращаюсь, все дела. Ну да, Кэддиан написал, что Хунден очень сожалеет о том, что сделал. Ну да, еще бы не сожалел. Но мы понимаем, что за кулисами в любом случае Хунден принимал множество важных решений. Ну а пока 14-5, полный разнос и поджим с авиком от Джуниора. Немного неудачный, но здесь отлично урон вносится. Винни, Юри, Джуниор, стартовые фраги. Главное, чтобы Джуниор сейчас нет... Ну три игрока уже на точке, а у Фури, я не знаю. Да, тогда балла должна быть. Сирата спокойно дает килл. Его, правда, разменивают. Есть инфа по Джуниору. Да. Ай, куда же ты полез? Два в два! Не рассчитывал, Винни, что его будут контролить так быстро. Как все переворачиваются у Фури. Не знаю, такое ощущение, что они уже подрасслабились в какой-то момент. И арт один в два. Не знаю насчет расслабления, но врываться, кстати, я думаю, стоило Винни, потому что он был изначально там третий. Если бы он все это время, пока его тиммейтов душат, он стоял бы за смоком, я бы потом ему вопросики задал, типа, бро, что ты делал? Пойди, помоги. Просто, может быть, не лучший тайминг получился. То есть, если бы он вышел сразу же по стрельбе, когда Джуниора как бы убивали, то было бы круто. Но тут арт пытается, ну, сложно прочитать. Вот сейчас посмотрим, арт гений или нет. Так, ну, здесь время уже у него сильно поджимает. Минус по поясу, но есть, но второго на игрове арни не прочел. Все, приговорил ты, арт, а не гений получается. Ну, не факт получается, точно. 14-6. И 5-800, 4-400, 5-200 у Фурии. Ну, арт закупается с префом сразу. Ну, и пока повтор. Один. Ну, Джуниор здесь не в лучшем положении был. Даже не знаю. Винни немного не успел ему на холпу. Странно, что он вот здесь, ну, это уже такой очень микро-момент, который сложно обсуждать, но на месте Джуниора, когда его тиммейта убили, он, если он четко понимал, что игрок находится уже за дефолтом, то можно же закрыться от двадцатки и посмотреть левую часть дефолта, да? Да, да, ну, то есть прыгнуть просто за этот ящик, сидеть за ним, да? Да не, ну, просто даже остаться на колдере, на ящике, но просто сделать стрейф левой, по идее, тебя там, ну, ты закроешься как и частично. Так, а тут вообще есть рядом с Джуниором кто-то, да? Разменялись по ХП, очень жестко ДжКС с Джуниором, и, ну, Юрий, кстати, остается близко к коврах, может даже пойдет чуть попозже пушить. Да, эта нычка, кстати, редко занимается, я некоторое время назад замечал, что ее даже не проверяют при занятии ковров иногда, игроки в атаке. Арт один на точке Б, с МПшкой, разбрасывают его гранатами, по идее, Хлпай здесь не успевает, и даже гений в его ситуации справиться не мог бы, но только не Арт, он понимает, что пропускает от того соперника, его, правда, все-таки законтролил Пойсон, хотя тот открывался из смока, и по факту у Арта был вариант, для того, чтобы его забрать. Беднявый ДжКС, как его убрало? Пойсон разменил Эдвине, и Юри по ноге попали ему, но он красный остается, Джуниор и Юри, я думаю, надо сейвить, уходить, да, именно этим и занимаются, бразильский, американский игрок. Хотя что-то тут Юри начинает исполнять, какой-то дым набрасывает, он за авиком пошел. Может, авик, да, хочет забрать. Не, блейм не даст. Не, ну смачок такой, слишком бюджетный, мне кажется, чтобы такой авик забрать. Да, но он хотел именно второй, а у Джуниора это первый был. Ну, может, стоило ли оно того? Я думаю, не самое, не самое лучшее решение получилось. Может, он думал, что на банане больше никого не будет, и там комплексы ждут ретейка, играют пассивно, но в итоге не оправдался этот риск, и остается только с одним авиком Джуниор. Ну и что по итогу? Второй камбэк до допов, попытаются комплексы нам сегодня подарить. Так или иначе, потенциал у них для этого неплохой, учитывая, что сейчас фурия будут играть эко, с одним АВП, это выход на восьмой, дальше проигрываешь, ну, если фурия проигрывает девятый-десятый, в принципе, до равного счета недалеко. Знаешь, вот в защите на Мираже, мне как-то верилось в это больше, чем сейчас в атаке на Инферно. Потому что фурия, если четко будет играть, они могут просто иногда банально пытаться где-то угадывать, подстакивать какие-то точки, если не везет, то сейвить, и два раунда они как-то там должны забрать. Не факт, что они будут этим заниматься, если, конечно, будут, знаешь, наглеть, очень рискованно играть, то могут и задействовать. Нажимает JKS тем временем по коврам. Интересно, что позиции были перекрестные, вроде бы на бумаге, а по факту нет. Ксерата подбирает мак, отправляется на поиски красного JKS. Австралиец все четко осознает. Ксерата, ох, даже не вышел, с помпы пытался забрать как-то JKS. Но это 5 в 2. Теперь надо помочь как-то Джуниору засейвить в идеале. Винни бы далеко куда-то не уходил. Хотя, конечно, вряд ли получится, комплексти будут загонять, скорее всего. Но у них у самих не так много денег, слушай. Может быть, есть какой-то шанс у Джуниора засейвить этот авик? Не, ну, учитывая, что тут такое положение, комплексти, скорее всего, пытается авик выбить. Джуниор забирает Блейма за бочками банана. Ну и теперь комплексти получили всю необходимую инфу. Понимает, если авик на Б, можно разбрасываться, заходить в А, там будет максимум Винни с Юспом. Бомбу, Пойсон не понимает, как лучше поставить. Друзья, это 4 в 2. Хочет не понимать, что ему делать с этой бомбой. Но все правильно, наверное, наверняка здесь отрабатывают комплексти. И счет становится 14-8. Смогут ли комплексти дотащить до допов? Я даже не знаю. Друзья, вашими мнениями делитесь в чате отвеча, смогут или нет, насколько вы на это рассчитываете. Но так или иначе, лучше бы на этот камбэк посмотреть, потому что до старта следующего матча у нас целый час. Может быть, кстати, краткие предикшены, дашь, пока тут начинается. Так, а мы какой из... Г2 вернусь прав. Ну, блин. Мне, вот мы кратко уже обсуждали это вчера, когда были в Live Studio, то, что какой-то другой момент времени, не знаю, месяц назад, допустим, я уверенно дал бы VP фаворитами, но сейчас из того, как я видел, как играет эта команда, даже не один день, а несколько дней, как они проиграли Fans Park, как они потом играли против Na'Vi, как они хоть обыграли Spirit, но совсем неуверенно смотрелись, это уже похоже немного на тенденцию, скорее, вот такой период, не самый лучший у них, не день какой-то, а вот такой период. И из этого, учитывая то, что G2 потихоньку набирают, я бы, наверное, ну, не давал VP как фаворитов, может, даже G2 немного фаворитов. Вот такой вот предикшн. Уважаемые дамы и господа, Blame пока отыгрывает с SG-шкой, пытался пропикать Art, насколько я понимаю, с бревен, но не удалось это сделать, Art выживает, тем временем, по да, на шорте у нас сетап у Fury на козырьке и под ним находятся игроки, правда, все равно в плюс умудряются разменяться комплексити, и вот тут начинает нарезать Junior. Первого он челкает, второго забирает чисто по приколу и при этом не подставляется по третьего. Комплексити заходили в большинстве, но авиков ковра явно не ожидали. Как грамотно Junior еще и зонится. Да, Junior круто отыграл, и это, конечно, очень неприятно, когда двоих убиваешь, ты должен бежать на плен, пытаться размениваться, но если против тебя играет авик, который в такой четкой позиции, и ты его не можешь нормально разменять, он может дать вот эти два фрага, и ты, ну, не повезло, что ты мог сделать иначе. Пытается Art через этот смок малый найти кого-то, его контролит Blame, да, и забирает его. Есть Афа теперь по Blame. Поэтому непонятно, как вот Junior с ковров сыграть. Бойзон, правда, в такой позиции странной. Да, в итоге его и забирают. Тут Ксерата, пытается имить Blame, но сам остается суперкрасным, на него наскакивает Ксерат, ну и по итогу Junior выживает. В общем-то, Фурия обезвреживает бомбу, это 15-8. Не, ну Фурия сегодня поприятнее выглядит, ничего не скажешь, при том, что у комплекса тоже был марафон, вчера во сколько, где-то в час ночи, очень поздно, у них был этот матч против Маузов, которые вроде бы и хотели комплекса и выиграть. Ну так, это не очень, мне кажется, Мауз после этого марафона просто были настолько злы, что катывали все подряд. Ну не совсем понятно, где у них вообще силы нашлись еще на этот матч против комплекса. Я думал, там все, сложно будет. Там, по-моему, еще кто-то, Эйкор писал что-то по этому поводу, что может там еще пойти в Фейсет, что ли, поиграть. Что-то такое. Вот, по Роффе, в общем, немножко насчет этого марафона. Но Роб в Свитере был однозначен, написал, все, теперь я иду в отеле, просто вырубаюсь в кому. Как-то так. Минута 36. У нас тем временем, друзья, комплексти подходят к ребрам. Бомба у них, правда, на яме. Возможно, это фейк. На который Фурия пока ведутся, у них четверка игроков по да. Они, кстати, часто вообще так стягиваются очень массовкой под аплент. В принципе, ну, такие, очень много быстро ротетятся. В частности, на Инферно на этой карте мы уже не первый раз такое видим, когда оставляют одного игрока без полного контроля банана, но вот четверка пытается принимать на А и должно это хорошо сработать, потому что комплексти продолжают пытаться заходить на аплент. Джуниар уже в зуме, ждет заезда. Никаким фейком здесь от комплексти не пахнет. Очень прямолинейный раунд, который, по-моему, Фурия сейчас вскрыли и прочитали, правда. Два фрага все равно есть от злых игроков команды комплексти. Даже три забирают все равно на размене. Просим обратить внимание, это было укрепление. Укрепление А сайта. Четыре игрока Фурия, но сейчас они должны уходить на сейв. Очень важно, что авик будет в следующем раунде. Что, комплексти браво! Зашли на четверых и потеряли, но только двоих. Да, скажем, очень неожиданно получилось. И я не совсем заметил. То есть, понятно, как игрок больших, ему хаешки накидали. Очень неприятно, конечно, когда атака таким занимается. Ты находишься в курилке. Но вот как-то второй умер в пленте. Не совсем понятно, в общем, как. Казалось, все должно быть просто, но браво комплекти. Не знаю, мне до сих пор сложно поверить в этот камбэк здесь, что они все шесть раундов следующих еще заберут. Но пока что, да, можно похвалить за успех вот в этих раундах. Причем, они как-то очень просто пытаются действовать. Да, вот так вот подходят, просто раскидочка такая по двадцати, резкий заход и хорошо работает. Да, что-то тут какие-то проблемки у Фурии намечаются на пленте. Да, но пока Фурия прописывает паузу, напомним, на Мираже они в основное время использовали все четыре, что бывает нечасто, но Фурия одна из тех команд, которые стабильно используют тактические тайм-ауты. Сейчас мы видим игроков. Был Винни, теперь Юри, Мистер Джуниор, который по-прежнему непонятно, как в этот состав попал. Для меня огромная загадка, как во всей Бразилии не нашли никого, чтобы взять Джуниора, перейти на английский язык. Хотя, не знаю, может быть, это своего рода такой эксперимент, типа язык подучить и какой-то необычный... Не знаю, все-таки вот можно сказать, что, например, американский КС и бразильский отличаются настолько, что есть смысл брать американского снайпера, чтобы он как-то модернизировал вашу игру. У меня нет ощущения просто, что Джуниор как-то модернизирует игру Фурии. У меня есть ощущение, что из него пытаются сделать, натурализировать его в бразильца, а не то, что как-то они меняют свою игру. У меня как-то больше такое впечатление. И мне тоже очень необычно, то, что они делают с Джуниором, все переходить на другой язык ради него. При том, что он, ну, не то, чтобы сверх такой, знаешь, игрок, который прям все решает для Фурии, какой-то мега-звезда, которая сейчас все там делает сама. Нет, но все-таки играют с ним, продолжают дальше. Да, ну и пока Арт продолжает играть со снайперской винтовкой, его все-таки не отпускают, репик и Блейм пользуются этим, забирая Арта. По идее, все готово у комплекса для того, чтобы и 10-й раунд забирать. Они сейчас зайдут на пустую базу Б и нет никаких причин полагать, что Фурия выбьет эту точку, это направление. Конфиг еще остается на прикрытии плента. комплексити не могут поверить в то, что эта точка пуста. Зонятся с маками, проверяют, конечно, все позиции. Знаешь, я на их месте тоже не поверил бы, когда против меня АВИК идет настолько нагло репикать, что у него нет никого рядом. Я бы тоже очень аккуратно играл, но нет, просто пустой беплент получается. И, ну, хорошо, если конфиг сейчас заберут, Фурия сможет тогда еще и АК засейвить. Посмотрим, получится ли это выходит, делает первый килл, второй, знает по третьему. Жестко. Это Кристиан, друзья, это ЭКОЕД. И... Ну, и Винни, возможно, его сейчас заберет. Нет, конфиг просто левает. Понимает, четвертый где-то неподалеку. Отлично расстрелялся. Кристиан. И вот пять раундов это уже не такая уж серьезная дистанция. В камбэк в пять можно поверить. Особенно учитывая, что мы уже видели на карте Дэймираж возвращение со счета 3.12. И пока открываю чат первое сообщение от Аркистег. Ахаха, салют, передай мне привет. Привет тебе, Аркист. Кем бы ты ни был. Да, спасибо всем, что находитесь здесь сегодня с нами на трансляции. С вами студия Майнказ, Дэйфу Ленину микрофона и мы наблюдаем за Месивом в полуфинале нижней сетки. Матч на вылет и, конечно, проигрывать его не хочется никому. Но кому-то придется и сейчас комплекс конечно к этому намного ближе. Наконец, этап 2 АВП полновесный мы видим от бразильцев. Да, нет, правда, гранат у Арта и он играет на банане. Это не очень хорошо, когда там какой-то игрок без гранат. Там остается только Винни с Хайей флешкой. Все, два игрока на минуте 35 на Б без гранат. Ну, глупо. Хотя, если мы там рассматриваем... Да, Винни еще и флешечку выкинул. Арт остается один. В общем, Фурия снова пытается 4А играть. Ну, у них реально проблемы были на темплейте. В прошлый раз очень легко комплексии зашли. Перед этим не зашли только из-за того, что Джуниор дал два фрага с ковров и получилось как-то ретейкнуть. В общем, Фурия пытается вот таким способом справиться с апплантом. Вопрос в том, захотят ли комплексити туда продолжать идти или зайдут сейчас на одного арта. Но пока похоже как раз больше на второй вариант, на второй сценарий. Что-то подозревает и Винни. Уходит со своей позиции четвертого номера на А поближе к тиммейту. Здесь готовится такой, не знаю, бустец или это будет какая-то пропрыжка. Что, Дмитрий, что готовят? Я понятия не имею, что они хотят делать. Две ХЕшки в хелпу кинуть. Вот, это вполне может быть. Но не сработало. Арф давит его за первым. Да, получается так и сделать килл и все, пустой выполнен. Не, ну а как, подожди, как вообще его принимать вот тут вот без гранат? Вот они пришли такие, хорошо, сейчас мы примем. Ну, нет, фури. Нет, так может, так против вас могут камбэкнуть. Комплексити закономерно продолжают. А что, что ты имеешь в виду, чего сейчас не хватило фури? Гранат имеешь в виду? Ну, они на минуте 30 остались на бэп без единой гранаты. То есть, и они пошли вот, получается, да, был бы шанс, если Арт за первым сделал бы первый фраг, не было бы разменивающего, он бы ушел, там все дела, но там выходили под флешку. То есть, если делается четкий заход, то это принять, но это не принимается, скажем так, по-хорошему. То есть, насколько я вот представляю себе точку Бена Инферно, это можно принять в таком случае, только если соперник где-то нафейлит. То есть, если он сделает обычный нормальный заход, четкий под флешки, то ты не примешь. И когда я говорил о том, что Фурия не должна отдавать этот камбэк, я рассчитывал то, что они не будут совершать таких тем, как вот они сейчас сделали, а так в комплексе даже у них нет особых сложностей, понимаешь? То есть, им на банане, им банан полностью отдали, они подошли, сделали обычный заход, ну и все, как бы раунд взят. И при этом податочкой они действуют абсолютно таким же алгоритмом. То есть, подходим, занимаем ребра, раскидываемся, выходим, четыре игрока у соперника, там плевать на это. Комплекс эти пока справляются, четыре раунда. Сами они явно уже почувствовали вкус этого возвращения, чтобы хоть как-то подфластить пилюлю. Прямо сейчас в фуре отыгрывают три на Б. Но конкретно в этом раунде комплекс эти... Нет, не игнорят эту точку. Поисон, не знаю, набрасывал он сам себе флешку или, например, тиммейт, или ее вообще не было. Это дитий выпад. Кажется, там была, но она, по-моему, не зафлешила. И смотрится это очень жестко. Но вот Арт разменивает такие поисоны. Я смотрел на этот выход со смока, думаю, куда ты идешь, что ты делаешь, поисон? Но он делает килл. И вот сейчас ситуация четыре в четыре для комплекс эти. И, правда, с отданным бананом Арт полностью контролирует эту территорию. Из этого могут три игрока играть на А. Да, будут раскидываться комплекс эти. Блэйм тем временем ловит Арта. А теперь-то колы могут и передумать. Неужели нет? Они пойдут до конца на укрепленную позицию. А база бета была в этот момент. Свободно колы заливают сами себе раунд. Походу Турик только что комплекс эти проиграли из-за крайне неудачного решения. Друзья, это 16-11. База бета пуста была. Как будет больно комплекс эти пересматривать демку и наблюдать за этой феерией от соперника? Во, я даже не знаю. Они просто... Они поспешили. Блэйм же дал фраг под Б. Ну, там конфиг, кажется, просто в смок убил. И они... У них был кол. Заходить под А, там, раскидывать ребра. Не знаю, что они там собирались делать. И тут, видимо, конфиг делает этот килл в смок. И они не успели перегруппироваться. Никто... Ну, получается... Я не знаю даже, как это объяснить на самом деле. По-хорошему, они должны были... Да, окей, там сейчас на Б либо пусто, либо там один максимум. Можно разворачиваться туда. Но не обязательно просто сейчас заходить дальше на ребра. То есть хотя бы выждать паузу, заставить игрока стянуться под Б и тогда уже заходить дальше на А. Кажется, это было бы более логичным решением. Но, наверное, это можно объяснить тем, что просто очень резко это произошло и за пару секунд не успели среагировать. Да, то есть кол уже был, гранаты полетели. Хотя, если бы... Ну, я не знаю, если бы Блэйм сказал чутко «Стоп!» Мы сейчас должны развернуться и уйти или хотя бы подождать. Это было отцовского наставления, но как бы там ни было. Фурия могла на самом деле снова доиграться до допов, проиграть. Колу могли бы выйти без шансов, без вариантов. Но все-таки молодцы. Со счетом 2-0 они одерживают победу. Никто из наших аналитиков этого не предвидел. Но мы понимали, что такие расклады в принципе возможно. Это все-таки Фурия. То есть они уже стабильно в топ-10 находятся. Да, это, во-первых, Фурия. Во-вторых, комплекции, которые смотрятся не супер гладко, потому что мы видели и на Мираже, это и на Инферно тоже такие ситуации. Скажем, я ожидаю от комплекции чуть-чуть побольше. Я немного их хайпал сам, потому что когда они взяли GKS, а когда Poison вернулся после своих каких-то проблем, я думал, ну вот сейчас они смогут набрать ту самую форму, которой они радовали меня и многих других зрителей раньше. Вот в прошлом году они очень круто отыгрывали до своих всяких проблем состава. Но пока что кажется, они не могут полностью вернуться в те кондиции. Не совсем понятно почему. Может быть, наша Live Studio сможет подробнее про этом поговорить. И очень интересно, что ребята думают по поводу такой победы в FURIA 2.0. Давайте узнаем у них. Скорая игра твоей команды. Ты надеешься на победу. Весь предвкушение игры. Но ситуация меняется. Тебя терзают сомнения. Они вытянут игру или их занесет на повороте. Ты берешь себя в руки, потому что уверен, от них будет выплат. Знаешь, что они готовились. Понимаешь, они идут правильным курсом. И даже когда шансов нет, ты веришь, они выиграют. GGB. Дай волю азарту. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Это «Филипс Уан Блейд». Это не какой-то очередной станок из 18 лезвий с гелевой подушечкой. Потому что «Уан Блейд» это одно лезвие для щетины любой длины. Подравнивай, брей и делай контуры. «Филипс Уан Блейд». Инновации и вы. «Филипс». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если бы Фурия была болидом, а Инферно трассой Формулы-1, то этой машине точно бы не было равных. Настолько стремительная техничная игра, да и бензинчика на самом деле хватило. А бензинчика не хватило нашей лайф-студии для того, чтобы сделать правильные прогнозы. Кто 2.1, кто 2.0, но все мимо. Да и, наверное, букмекеры ставили такие коэффициенты, да, и в общем так ожидалось, что комплексы здесь почему-то должны быть посильнее, по общему фону. Но Фурия все же в нужный решающий момент, когда тебя от вылета с турнира отделяет всего лишь один шаг, всего лишь одно БО-3 собираются. Знаете, как мне кажется, сыграли против для себя, получается, теперь уже очень удобного соперника, потому что пока комплексити в Фурию не обыгрывали. Пусть встречаются они не так часто, да, и может быть на дистанции были бы там и победы, и поражения, как бы играли близко. Но пока как-то подстроиться, что ли, не могут. То есть Фурия, используя свой стиль, к которому все готовы, к которому все привыкли, то есть минута 30 арт уже на КТ-спауне, выигрывают. Если честно, правильно ты сказал про дистанцию слова, мне вообще кажется, что комплексити не совсем успели подготовиться к Фурии. Выспаться, откровенно. Выспаться отчасти, да, и подготовиться, потому что, как я вижу, это Инферно, да. Вот на фоне вчерашней игры на той же карте Инферно от комплексити против Астралис, почему там плохо за счету сыграли комплексити? Потому что так совпадало, что те решения, которые они принимали за защиту, это там, допустим, усилий 3б, ну или какие-то сетапы, там пик и этапи где-то под 1в8, еще что. Во время всех этих решений и действий атака уже Астралис угадывала и принимала противоположно, как раз таки вот слабое место находила у комплексити. Ну это причем не то, что находила по ходу раунда, а так часто со старта происходило. Слушай, Ром, извини, что перебью, но это шахматы, это европейские такие шахматы, а с фури ты играешь не в шахматы, ты играешь не в пиатлон. Я говорю про защиту комплексити. И комплексити вчера на фоне этого, да, они потом под конец против Астралис начали просто играть дефолт за защиту, да, потому что все-таки, ну, им приносило неудачу все эти действия в защите. В итоге, что я увидел здесь? Здесь я увидел все-таки больше дефолта защиты, да, но при этом дефолте, ну, просто стремительный успех при всех премьерных раундах командных фурии. Это пусть база А, база Б на старте. Вы посмотрите, как у нас быстро раунды заканчивались, уже там на сейв уходили. Я говорю, надо на Инферно вводить новую линию букмекерам. На какой секунде сделает сентри фраг, там погибнет или сделает фраг? Так вот, я к чему? И, соответственно, с этой логикой я прихожу к тому, что комплексити не совсем успели подготовиться к фурии, исходя из плотного графика, да. Хочу готовиться, ну, все же знают, как фурия летает. Ну, все равно, ну, ты понимаешь, на BO3 каждое новое нужно готовиться. Вообще, в современном мире на терринку тест-траке команды свою мету улучшают, то есть, да, там, добавляют, потому что все равно, так или иначе, если ты считаешься сильной командой, ну, вот, допустим, Гомбиты сейчас, да, топ-1 мира, все твои демки будут смотреть, все будут готовиться. И, играя, если у тебя структура сугубо одна, играя просто структурой, ты на дистанцию не вывезешь, поэтому нужно элементы какие-то улучшать, добавлять, видоизменяться в любом случае. И готовиться к сопернику в условиях онлайна и такого режима в любом случае нужно. И я здесь подготовки не увидел. Все в таком режиме находятся, нет? Фурия же тоже, как бы, каждый день играет. Безусловно, в северных условиях, да, и просто, я повторюсь, и по защите начали только комплексии раунды брать тогда, когда они как раз-таки уже, ну, поняли, что происходит, нужно что делать по карте, и начали у нас больше битвы на банане происходить, и раунды это добрали. Я к чему веду? Комплексии для меня все равно на голову, ну, не на голову, но сильнее, чем Фурия. Первая карта заканчивается, и комплексии сильнее. Вторая уже, они с турнира вылетели, да, все еще сильнее. Нет, да серьезно, комплексии для меня сильнее, просто Фурия намного, ну... А, нет, 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 комплексии просто не успели. Комплексии неплохо подготовились, я считаю, и по ходу карт не смогли подстроиться вовремя, чтобы для себя комфортно какие-то вообще вещи забрать. Ну, а когда уже пистолетка берется, а, точнее, форс берется во второй половине, ну куда, ну что, тут уже... Даже если бы готовились, тяжело было бы. Ну, наши комментаторы довольно грамотно сказали, вот это та самая Фурия, которую мы привыкли видеть немного раньше. То есть это супербыстро, суперудачно, если Арт последние, там, не знаю, 5 БО-3 пулил, был на последних местах, тут он на первом, тут у него все получалось. И непонятно, с чем такая перезагрузка связана, потому что даже на первой карте Арт ничего не мог делать, никого не мог убить, а здесь, как мы видим, вот 22.17 и взлетел. Чего нельзя сказать о Раше? То есть вот если Раше не заиграет, такое впечатление, комплексити дальше, вот таких стадий турнира не зайдут. Ну, по поводу Раше, все равно я привержен с того, что... Все равно сильнее на голову. Даже несмотря на то, что у тебя игрок, который выпадает по статистике, ну, если есть там, вот, допустим, хорошо, у Гамбита у нас, вот, может, не так ярко сиять стата у Интерса, да, есть кому убивать, есть кому роли выполнять, и все равно команда топ-1. Да, Раше, конечно, он в единицу далеко и близко не играет, в этом БВ-3 совсем плохо. Я к тому, что все равно можно даже при таких раскладах вывести команде на дистанции. Но в эру онлайна, да, я согласен, вся пятерка должна стрелять, по крайней мере, стабильно, не чересчур в большой минус. Какие вопросы к Раше, когда человек дает интервью и говорит, не смотрите на мою статистику, ну, должен же быть все равно в любом случае в команде человек, у которого сложный ролик, там... По-любому, в любом случае. Так или иначе, ты будешь выпадать. И Джуниор такое же самое интервью давал, говорит, не смотрите там на мою стату, я не мейн-снайпер, хотя по роли, да, я мейн-снайпер, как бы, но я пришел в команду, халповать Арту, помогать реализовывать его идеи. Я не должен набивать, там, овер-30 фрагов, да, или АВГ, у меня, как бы, там, 25 фрагов статистики. В принципе, как бы, идеи-то задумки в головах у капитанов, они у всех разные, абсолютно, и Блай Мэйв, там, люркер-капитан, да, есть где снайпер-капитан, есть где Арт, вообще просто фурия, летящая к тебе на спаун, ну, то есть капитаны абсолютно разные, идеи у них разные, то есть здесь, наверное, так углубляться именно в цифры не стоит, можно просто смотреть на результат, и если его действительно нет, то не в раше дело, а в целом, во всей команде, а в комплекте реально уже зависли, который месяц, то есть если мы раньше там делали скидку, нет Poison, да, GKS только пришел, то есть уже с этого момента-то 5 месяцев прошло, а результаты все те же, там, 7-е, 8-е место, 5-е, 6-е, сейчас 9-е, 12-е, как бы понятно, что РМР в приоритете у всех, да, силы там потрачены, на РМР благо вышли для себя, все нормально, но так или иначе, как бы, турик-то, ну, пусть и не приоритетный, но в рейтинге ты, допустим, опустишься после этого, даже если не серьезно опустишься, просто тебя кто-то обгонит, кто выше зашел, а был до этого момента рядом с тобой, поэтому, наверное, расслабляться в этом плане тоже не стоит. Ну, лично для меня, повторюсь еще раз, для меня тут все понятно, если бы, вот я уверен, если бы матч был, допустим, не сегодня, а завтра, ну, реально был день ресетнуться, нормально подойти к этому всему, комплексти выиграли, потому что я увидел, как они по ходу игры местами подстраивались, ну, и все плохо очень получалось. На самом-то деле, не знаю, для меня тут очевидно, просто фурия словила темп, кураж, а когда такое происходит, конечно же, тяжело уже местами догнать. Опять-таки, это на фоне, я говорю, вчерашнего матча, комплексти, особенно на Инферно, где они за атаку хорошо играют, а за защиту у них, ну, некоторые проблемы. Кстати, вот интересный факт, Блэмэф говорил о том, что он вдохновляется СНГ коллективами, и я вчера вот в матче с Астралис увидел дежавю, я смотрел недавно матчи, демки Инферно от Гамбит за защиту, и я вчера увидел дежавю от комплексти за защиту, даже вот такой элемент, как отсутствие агрессии за защиту у них там было, ну, да, условно, и в последнем раунде Гамбиты делали, вот пропушить Медла там в последних своих играх, и так же делают и комплексти. Ну, в общем, нужно поработать им над своей защитой и с умением подстроиться под соперника, потому что пока в этом плане у них тяжело. За атаку вопросов нет, они раунды набирают, как и в целом, да, мета на Инферно сейчас такая, ну, и в команде комплексти за атаку на Инферно все хорошо, а вот с защитой, опять-таки, не успели подстроиться. Был бы матч завтра, я уверен, комплексти бы отыграли намного лучше. Можешь организовать там 10 тысяч призовой фонд, ни те, ни другие завтра. И кто-то зайдет в Дискорд, в принципе, за эти деньги. Там уже как пойдет, да. Интересно, а вот следующий тур, на самом деле, у команды Фури, они попали на Виталити, которые проиграли комплексити, на трех картах солеными катали, потом обыграли биг довольно неожиданно, то есть у нас получится такая битва двух максимально нестабильных, максимально непонятных команд в следующем туре. Так что, если планируете посмотреть, да, обязательно вот Виталити Фури, отметьте у себя в...